Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Skulls of Hero Slayer, в Demon King Castle Defense, и сегодня, ребят, мы наконец-то, то что очень многие ждали и у меня спрашивали не раз, начнем потихонечку сигнатурные забеги DLC-шными черепами. То есть мы, ребят, со старта берем себе DLC-шный череп и выдаем ему 4 предмета, те, которые анлокаются за его поднятие впервые. То есть те предметы, которые изначально как бы задизайнены, придуманы именно под него. Начнем, ребят, мы по порядку, как раз-таки с такого, так как я и начинал, это, соответственно, ребят, у нас будет раб. С беспощадным ударом, выделать выпад мечом, нося физический урон. Я посмотрел, у меня там были какие-то навыки под конец удар в сердце или что-то такое, и еще какой-то таран, что ли, или что-то в таком духе, не помню точно. Там я в процессе навыки менял, но под конец бегал именно с ними. Вторым черепом мы берем себе что угодно просто для того, чтобы разобрать, и берем, ребят, 4 предмета синатурных этого персонажа. Это, ребят, вот это первый у нас, второй это вот такое копье, и дальше еще один, соответственно, легендарка у каждого из персонажей есть, и у этого перца еще также был предмет, по-моему, уникальный на щиты. Я вот так подумал, возможно, что там у каждого перца, типа, идет один обычный, один редкий, один уникальный, один легендарный. Я потому что только на легендарку обращал внимание, на все остальные я не придал особо значения. Вот похожий предмет по текстурке, но немножечко другой, именно, собственно, модовый. Но он должен быть где-то вот тут, вот он, да, и остается легендарка, легендарка у него универсальная, та, которая создает огонь на тебе, и повышает немножечко статы. Вот это, как раз таки. Четыре предмета, которые... Ух ты, блин, какие эффекты. Соответственно, ребят, делаю я это при помощи модов, если кто не понял, 9 предметов и любые предметы старта, в том числе любые черепа, все такое. Но больше, ребят, я ничего не беру. Лайк, аванс, ребят, безумно приветствуюсь, мне будет очень приятно, любая поддержка. Еще есть одна любопытная и очень позитивная новость касаемо скала, которую я сейчас тоже расскажу, о чем знают, наверное, не все. Хотя те, кто у меня в группе ВК, они, собственно, знают, потому что там я об этом уже, собственно, рассказал. В общем-то, сегодня у нас череп раба, ребят, будет. Никаких изменений планов, соответственно, когда мы делаем такой забег синатурный, в общем-то, мы другие черепа, в принципе, никакие не рассматриваем. Даже если мне в первой же комнате придут, дадут архикнижника, например, мне было бы неплохо весьма себе найти медальку и все равно сделать, соответственно, сокровище вначале, да, потому что оно сильно повышает наши возможности. Сейчас, конечно, у нас все сильное так, потому что у нас 4 предмета и в том числе весьма сильных. Что, ребят, это за предметы, в общем-то? А, нет, смотрите-ка, вот эти оба редких, значит, нет такой тенденции, что обычный, редкий, уникальный и легендарный. Потому что это вот эти вот просто те самые 4 предмета, которые нас интересуют. Я могу, ребят, вам, например, вот так вывести, я сделал скриншот, собственно, англоязычного видосика, как раз-таки, где открывается, знаю, вот, персонаж, этот раб, да, который превращается в полувога потом, и вот его 4 предмета. Что касаемо, ребят, предметов, я не гарантирую, и даже вероятнее все будет, собственно, не совсем так, я не планирую с ними бегать прям весь забег, мы стартуем с ними, а если все-таки мне что-то из этого не особо нужно там и так далее, есть что-то получше, то я могу оставлять за собой право, скажем так, от них отказаться в случае чего. В общем, например, у меня вот такие мысли. Очень любопытно мне, как получится сделать забег загромовержца, потому что у него легендарка прямо на автоатаке, очень веселая, должно быть очень красиво, но начнем мы пока что вот с этого черепа, собственно. Обезьянка, которая была у нас в прошлый раз, кстати говоря, да. Первый вот там предмет, это был шлем, который повышает урон на 60% физический после использования квинтэссенции на 10 секунд. Соответственно, сет древняя сила и загадка, но загадка это у всех предметов вот этого DLC, у всех 20 предметов, по 4 каждого перса, да 5 перса суммарно, они все имеют загадку. То есть, сет загадки изначально у нас всегда будет в этом плане собран, выходит. Давайте возьмем себе вот так вот шедевр, например. У нас, правда, здесь шедевр никого нет, собственно. Меня интересует что? Меня интересует очень сильно сет мести, по-любому, потому что этот перс будет отхватывать по-любому, я думаю. Им достаточно много. Сет загадки где-то в процессе мы, ребят, само собой тоже, я думаю, пробудем рано или поздно у ведьмочки. Может даже не один раз, посмотрим, как там получится. В общем, естественно, поначалу у нас тут все весьма себе сильно, большие статы, но нет особого заработка, потому что нет сокровища. Потому что, поэтому мы в плане возможностей поначалу, по крайней мере, можем даже немножечко отстать от нашего обычного темпа. Хотя, с таким стартом в 4 предмета, один из них легендарный, один уникальный, это уже весьма жирное себе такое, скажем так, выдаю. Я могу это сам найти так же в забеге, но далеко не факт. Я это уже объяснял. Так, сет загадка. Каждые 20 секунд вы получаете случайный авторитет на 10 секунд. Авторитет увеличивает физическую и магическую атаку на 60%. Авторитет скорости повышает скорость, а это авторитет сил, собственно, авторитет скорости повышает скорость презрятки навыков на 40%, скорость атаки на 40%, скорость движения на 20%. А авторитет разума каждые 2 секунды посылает в ментальную войну случайного врага. Зависит урон от максимального стата твоего, то есть 5 волн запустил суммарно. То есть у тебя кулдаун 20 секунд, но действия 10. Получаешь 10 секунд под действием, 10 секунд без действия, в общем-то. И на четвертом уровне прокачки при получении авторитета испускает сияние, носящее урон по большой площади. Враги получают физический или магический урон, если такая атака сильнее. И враги, пораженные сиянием, получают на 20% больше урона в течение 10 секунд. Вот так вот. То есть пока у тебя действует сияние, собственно, какое-то, авторитет, да, сияние произошло. Но ты ударил всех врагов и еще и наложил на них дебаф повышенного урона. Вот как-то так. В принципе, такой тип нормальный сиянин, уверенный середнячок, я бы сказал, плюс-минус. Такой. И при этом универсальный. Он подходит как разным типам черепов по типу атаки, да, так и разным черепам в плане... Кому там скоростайки, кому чисто статы и так далее. Но он дает такой нестабильный бонус, там то одно, то другое, собственно. Положиться на это ты прям чисто не можешь. Посмотрим, что это получится. Так, поиск крепости это как раз-таки сигнатурный предмет. Будет этого самого, как его полубога, если не ошибаюсь. Здесь мы что ищем? Я не знаю даже. Стальная броня тоже чей-то там. Наверное, его же, кстати говоря, как сигнатурный предмет. У нас такое озарение прям появляется. И перст так выглядит, знаете, таким зеленоватым. С этим красным огнем прям весьма эффектно. Опаньки! Коробка медалей! Ни хрена себе подгончик! Мы берем себе здесь сокровище. Начало очень хорошее. Коробка медалей ранняя. Она легко зарядится, и она со мной останется до конца забега, я думаю. Так, ролить, наверное, я ничего не буду. Думаю, что смысла особо нет. Давайте. Череп, наверное, тоже не будем покупать. Хотя. А, давай купим. Блин, жалко, что всего лишь маленький. Надеялся, что-то хотя бы редкий выпадет костей побольше, из этого получим. Дальше по предметам у нас копье пехотинца. Копье вонзается ударившего вас врага, нося ему физический урон. Сказано ударившего. Не сказано от себя. Не знаю, оно будет бить. По врагу, если он бьет по тебе дальней атакой. У него ритуальное оружие и загадка. То есть этот перст, он как бы рассчитан на то, что он будет время от времени отхватывать. Это череп баланса, между прочим, а не силы. Поэтому встроенного резиста изначального не имеется. Хотя он ему бы очень даже подошел, я бы сказал. Но, увы, и ах, собственно, нет его. Тут сейчас у нас, да, хорошее урон, очевидно, потому что просто какими-то этими эффектами от загадки и так далее мы выносим вперед ногами все это добро. Как оно в воздухе. Истинная логичка умирает и остается жить в... Остается лежать в воздухе, да? Энд. Стальной голем. Он, кстати говоря, меня более чем устраивает. Мы этот череп можем сразу прокачать, в принципе. Он у нас изначально временно блокирует все атаки при нажатии вниз плюс их. То есть такой делает чип. Атака его делает выпадмещен. Блокирует при смене черепа все атаки в течение одной секунды. Давайте его прокачаем до редкой версии вроде бы сейчас только, да? Можно пока что. Да, как раз я бы хотел постепенно так качать, а не подряд. Заблокировав ражерский удар, вы можете выполнить контратаку базовой атакой именно. Беспощадный удар мгновенно убивает врагов с 10% ОЗ или меньше. В том числе и боссов, я так понимаю. Окей. Учтем. Теперь у меня есть такой кулак Сайтамы. Кулак просто. Големы выносят врагов вперед. У нас сейчас не Сайтамовский, да? Кулак, конечно. Он так ваншотить все не будет. Но когда-то у меня была серийка, где... Не серийка до пидосик, где был абуз квинтэсенции. Там просто сотни миллионов урона с одной пички квинтэсенции. Именно эта квинтэсенция у меня и была. Но сейчас тут баг вроде как пофиксили, поэтому так не работает. Чпоньк. Но тоже неплохо сейчас, весьма себе. У меня просто статы 375% физы получается. Вот такая вот ситуация, да. То есть как бы о легитимности забега речи не идет. Но тут мы смотрим полноценно на черепа и его синтетудные предметы. Как он, чем из этого может раскрыться и так далее. Оп. Контратака. Надо контратаковать частенько ему. Можно хаотично как бы нажимать на контратаку, да. То есть он регулярно будет защищаться себе все равно. Но не всегда. Ай. А если мы... Можно, конечно, вообще попробовать вот так вот делать чисто тупо и все, да? Стоя при этом рядом с врагом. Ауч. Ну, кстати говоря, это копье бьет тоже неплохо, весьма. Оно позволяет сразу легко активировать сет вместе, в том числе. Вот смотрите, если он сейчас будет меня поджигать, да, он сейчас будет поджигать меня. Видите, как бы там я не могу уйти в перманентный блок. Но это вполне себе справедливо. То есть какие-то атаки по мне проходят, какие-то не будут проходить. Сплошной шквал ударов я не смогу заблокировать таким образом. Так, медуза мне не нужна. Эта штучка. Неплохая, в принципе, но, наверное, не будем брать. Ищем. Идем до Леги, да? Лега, к сожалению, проклятые угли. Блин, на магию, на огонь. Я думаю, что мне она вообще не нужна. Она, конечно, кому-то будет, в принципе, мне помогать пока что чистить. Но я думаю, что брать не буду. Возьмем себе пока что воришку. Из этих предметов мне что-то такое конкретно, по-моему, особо не нужно и ничего. Ролл. Ух ты, блин, ну это пик. Это точно выберем. У нас 9 предметов к концу первого этажа. Ну, понятно, мы 4 со старта, конечно, взяли себе, да? Это ясное дело. Воинственный дух. Следующий предмет. Призывает одного воинственного духа при получении удара. Когда воинственных духов становятся 3, вместо них вокруг вас появляется пламя, которое носит физический урон врагам поблизости, увеличит ваш физический атак на 60% на 10 секунд. Пока вы окружены пламенем, призвать воинственного духа невозможно. То есть это пламя просто повышает урон рядом со мной, повышает мой урон и доносит урон рядышком. Это вот не только, не вот это пламя, которое у меня сейчас огненное появляется. Это другое, которое такая огненная аура, скорее. Кольцом таким было. Красный эффект на мне отображается баф загадки, какой именно проком. Сейчас, судя по всему, аспект силы. Внизу у него показывается время действия, да, еще в том числе. Ауч! И вот прикол в том, что как бы скал игра, которая изначально не задизайнена под парирование, и ты парируешь здесь только конкретными там парочками черепов, которые имеют у себя эту механику. Учитывая сколько здесь всяких эффектов, блокировать удары зачастую бывает очень неудобно. Гораздо проще вынести врага сразу и все, чем что-то такое выдумывать. Но тем не менее, если это просто хаотично, даже выжимать параллельно со своими атаками, учитывая, что топ-перса, парированием идет не навык, а просто вот своя базовая опция, которую он может прям подряд юзать целую кучу раз. Это может неплохо, в принципе, работать. Позволить использовать базовую атаку на течение 1 секунду после уклонения, и переместиться к врагу сзади, повышенный урон нас ожиданного врагу, это нам не надо точно. Вот это неплохая штучка, но это на черепа силы, поэтому мне оно как бы подходит очень так себе. Наверное, ничего не будем брать, просто разберем себе богубиста вот это вот. То есть это надо 3 раза получить по лицу. Как-то первая часть ударов блочит. Можно ли вообще пройти за него? Ну, наверное, можно пройти, да. Вопрос, сколько тебе понадобится всяких статов. Просто постоянно блокирую вот такие вот удары. Потому что копье бьет не слабо, на самом деле. Когда у тебя одиночная цель, и когда у нее явно видно атака, тогда никаких проблем нет. Понятное дело, да? Но когда у тебя толпа врагов, например, когда там атака какая-то имеет, например, замах, а индикации такой особо не имеется, то есть она слишком резкая, это гораздо труднее. Очень легко доджисть, например, блокирует всякие выстрелы, которые по тебе летят, которые ты четко видишь, когда он тебя ударит. А с другими атаками тебе надо по таймингу, собственно, чувствовать это. При этом копье вот это, оно работает, когда по нам прилетает удар, но не отнимается хп, не получаем мы урон. То есть не обязательно получать урон, чтобы прокать это копье. И это очень хорошо. То есть оно у меня срабатывает за счет этого персонажа, скажем так. Именно этот персонаж, точнее, может использовать его другим способом еще. Потому что обычные эффекты, которые при получении урона, это такое специфичное условие, и, соответственно, эти эффекты должны быть сильными. Я думаю, логично, понятно. И если ты можешь это использовать при каком-то другом, как-то иначе активирует этот эффект, то это может быть очень мощно. С этим копьем весьма себе. То есть я могу и блокировать, и при этом, если тычка прилетает, то мы вместе будем отрегенивать и будем рефлектить постоянно туда-сюда. А часть ударов вовсе будем блокировать и бить все равно этим копьем. Вот как-то так. Чипоник, чипоник. Насколько это будет прям много давать импакта сейчас? Ну, не знаю. У этого перса потом открывается усиленное парирование, усиленное блокирование. Если ты блокируешь в нужный момент, ты можешь сделать усиленную контратаку, типа. Но это надо прям очень вовремя реально использовать. И, кстати говоря, по-моему, воинственный дух при получении удара, а не потере хп или получении урона. То есть, понимаете, есть разные как бы такие моменты. Есть получение удара, есть потеря... Есть получение урона, а есть потеря хп. Это три разных фактора, потому что получение урона, это может быть и в щиты, но не в хп. Вот, че, получение урона... Да, да, да. Это и в щиты, и в хп. Потеря хп, это только в хп. А получение удара, это все вместе. Как бы это любое условие. То есть, в этом плане очень важна такая формулировка. Я как раз таки в пеглине об этом тему это поднимал немножечко. Того, насколько важно вот эта вот градация и уточнение того, что именно там работает. Вот так. Интересно, могу я со спины? Я могу и со спины сейчас. То есть, мне не обязательно оборачиваться передом к врагу, да? Поворачиваться. Я могу и спиной блокировать удары. Это хорошо. Мне не важно, откуда прилетает птичка. Можно за этим не следить. Примерно половину времени я могу так дефаться. Если нам увеличить как-то хил и так далее, это может неплохо работать. Так, я вижу здесь урон отравлены врагам. Насколько мне это надо, не знаю. Мы можем отравлять, в принципе, да? Но вряд ли сейчас я буду ядом пользоваться активно. Тут есть семечки. Наверное, я семечку возьму. Хотя тут есть еще посох золотой, который даст сокровище четвертое. Блин, не, я семечку хочу. Хотя сокровище даст возможности. Семечка может со мной остаться, а может... Хотя это надо слапаться для него. Не, не будем семечку брать, надо слапаться ведь. Я про это вспомнил. Давайте вместо, допустим, бамбукового меча, наверное, да? Потому что здесь у меня есть месть собранная. Бамбуковый меч мне дает... А, ритуальное оружие мне не собрано без него, да? Да, давайте вместо декоративного топора. Я, наверное, вряд ли буду шедевр собирать сейчас, поэтому давайте лучше сделаем вот так. И последний предмет, который у нас дает за этот череп, собственно, идет... Открывается эта неизгибаемая воля. Увеличить физико-магический утрак на 50% ваше тело объято пламенем. Коснувшись огня, враг получает физико-магический урон. Ну что, что-нибудь из этого. Затем пламя исчезает и возгорается вновь через 3 секунды. Если огонь обожжет одного и того же врага 5 раз, вас и врага охватят столбы пламени, носящие урон врагам поблизости. Но это 5 раз одного врага, это на комнатах хороводстве будет буквально никогда. Это надо тебе... 5 раз активировать, это 15 секунд, как минимум, если ты прям обжимаешься с врагом, и при этом не добить его этой тычкой и не убить его чем-то еще, и именно по конкретному врагу бить. Тогда это будет пламя. Но на боссах это работать будет. Вот как-то так получается. Из обилок вот что мне нужно. Вот это я не знаю. Может быть какое-то типа благочестие повышает восстановление хп. В течение 10 секунд повышается там. Бонус еще там все такое дается за восстановление. Но это надо найти, чем себе хилять. Но не только же местью, правильно? Есть еще... Входящий урон понижается... Входящий урон снижается на 5-7%. Видите, коммуническая как повышается. При получении удара этот эффект... А, вот на 3 секунды усиливается до 5 раз. Вот это можно себе взять. Без шабашность. Как раз таки типа череп на жир. Вот давайте попробуем так. Может попытаемся сделать такой, знаете... Гулин на минималках, что ли. Я не знаю даже, что из этого получится, конечно. Посмотрим. Так, улучшаем череп до уникальной версии теперь. У нас становится он бунтарем. Так, после... Контратаки можно теперь еще и навыком бить. Да, да. Контратаковать, точнее. Базовая атака либо навыком. И после контратаки, используя навык, сразу восстановить 30% перезарядки. После свапа. То есть, мне еще и блокирует все атаки в течение 1 секунду. То есть, по сути, он неуязвим. При этом еще и может контратаковать. Блокировка вражеской атаки этим навыком на 12 секунд увеличивает физическую атаку на 30%. Вопрос. Плоско или множителем? Да, как всегда. Наверное, множителем, иначе это будет совсем копейки. Нет, инкритс. Это 30% плоского стата. То есть, это особого смысла не имеет. На 12 секунд, конечно, типа... Ну, это короче копейка совсем. А беспощадный удар у нас вроде как написано по описанию выглядит, по крайней мере, тем же самым абсолютно. По эффекту должен стать сильнее. И самое сердце, навык всегда носит критический удар. И он при... Легендарной-легендарной версии он начинает критовать на 80% сильнее, насколько я помню. Я просто посмотрел красное описание навыков. Что-то у меня там были за навыки перед этой серией. В общем-то. Эта серийка не совсем будет показательная в плане силы черепа, но что-то она может тоже отражать суть. Потому что, ну, мы 4 предмета, конечно, взяли со старта, но не то, чтобы это прям все сразу же меняет на позднем этапе, например. Берем сундук, открываем. Золотишко получаем. Так, сейчас еще кучу жопик подставим себе. Свою. Точнее, чтобы получить косточки. Ну, давай, кусай меня. Ауч. Джина дал. Но меня он сейчас не интересует. Так, не забываем про свою квинтэссенцию еще в том числе. Вот так можно там проатаковать. Плотный поток выстрелов, наверное, я не смогу блокировать особо. И как бы меня будет постепенно в любом случае выносить. Его предмет легендарный. Я бы не сказал, что он прям сильно как-то ему подходит. Но на самом деле у него интереснее, чем я думал предметы, которые вот другие. Единственное, что ему вот эта штука, шлем древних, вообще ни к силу, ни к городу. Какая нахрен квинтэссенция? Причем квинтэссенция вообще? Но другие предметы у него дают интересные эффекты и работают от его блока. То есть ему вполне себе подходит. Ну а легендарка у него универсальная, которая ему дана, может быть, за счет того, что он просто рядом с рогом постоянно держится и... Ауч. Аккуратненько ждем. И типа он будет легко активироваться до огонь. Вот эта аура огненная, да? Она у меня от воинственного духа именно появившаяся. Она вроде как достаточно сильная, мне показалось. Когда она активируется, по крайней мере, вроде лупит неплохо. Сердечко. Вообще навык в сердце должен быть неплох. Он бьет критом гарантированно весьма себе сильным. Идем по этим самым. Кость баланса меня не очень интересует. Если так задуматься, да? Которая бафается от черепа в баланс. Поэтому два черепа в балансе нет смысла как-то собрать. Тихо. Не в ту сторону долбанул кулаком, но ничего страшного. Ауч. Блин, вынесли нахрен, вытолкали просто. Добили раз. Теперь бафаемся. Венсенс называем юз, чтобы просто баф получать, соответственно. В целом может оказаться, что сегодня этот череп реально раскроется. То, что мне он своей идеей как бы не близок совершенно. Потому что я не фанат парирования в большинстве игр. Особенно, которые под это не задизайнены. И где парирование ощущается как выжидание какое-то, да? Чаще всего. Когда оно не так красиво и ловко сочетается с геймплеем. Когда оно выглядит так. Как мини-какие-то паузы такие. Когда на динамике плохо сказывается в итоге. Но посмотрю, как оно будет здесь. Если, в принципе, просто лупить автоатаку. Ух ты, легендарка. Хм, а вот это любопытно, кстати говоря, может быть. Остальное меня не очень интересует. А вот это? Доспехи страха. По окончании оглушения появляется ударная волна, наносящая чистый урон. Мощь волны пропорционного урона, который получил оглушенный противник. Если мы найдем себе источник оглушения, то будет неплохо. В принципе, я бы не отказался. Взять вместо чего? Вместо вот этого, наверное, или вместо... Ну да, наверное, вместо бомбокового меча. Хрен с ним с ритуальным оружием тогда пока что. Может потом еще соберем. Может нет. А я с темного жреца, мне не особо нужна. Бомбардир. Ух ты, блин, есть каменная маска. Это я, пожалуй, возьму вместо золотого жезла, я думаю. Есть смысл вполне. Очень будет много золота. Однозначно берем. Так, и меняем себе бомбардир, значит. Как череп. Это у нас тоже будет предмет какого-то персонажа. Прольним. Так, есть тыловой взрыв, который стабильно работает. 90% физы. Он активируется, будет спокойно совершенно от несгибаемой воли. От копья пехотинца. От воинственного духа. Он будет, то есть, спокойно поддерживать. Настолько ли он мне нужен? Вопрос другой. Вопрос хороший, точнее. Монотех и казнь. Не самые желанные мною сед. Типа можно его взять, но вряд ли он со мной останется прям навсегда. Но при этом от него будет тяжело отказаться еще. Не знаю даже. Есть наплечники воина, которые блокируют урон спереди. Но честно говоря, хочется какие-то скорее атакующие предметы. Потому что если я буду так много защитного брать. То дамага не будет совсем. И как-то что-то постабильнее хочется тоже. Даже не знаю. Можно тыловой взрыв взять как временный вариант. Но я не хочу от мести отказываться еще. Месть при улучшении. Пока персонаж птиц на 4 секунды получает... А, полученный урон снижается. Кажется, только это потерянный хозе. А нанесенный повышается. То есть, это пока у тебя именно месть активна. Но она обычно у меня моментально исчезает. Поэтому мне на 4 сет вместе смысла особо не имеет. Я думаю. Навыками я не настолько прям много пользуюсь. При этом у меня навыки в основном вроде как все. Кстати говоря. Навыки у меня одноударные, между прочим. А значит, что удар души, или как он там называется, темная обилка. Она может мне очень даже подойти. Особенно после контратайка, когда у нас будет усиленный навык. Оно будет весьма себе лупить. Не кисло так. Давайте ролим. Ох ты, блин. Ну руку славы я беру. Это 120% физы. Это много. Реликвия это на резисты. Прям жирнейшие резисты, да. Но попробую оставить с собой это еще. Я, наверное, скину шлем древних. Потому что мне он, по-моему, вообще не нужен. Типа он работает сейчас или как. Или что-то другое скидывает все-таки. Месть не хочется. Золото тоже. Доспехи страха, наверное, все-таки. Типа если бы был какой-то предмет, который при получении урона оглушает врага в ответ, например. Каждые 15 секунд следует еще так оглушать. Ну вот, типа, на оглушение, да. Но оно не такое стабильное. Просто было бы прикольно, знаете, такого жирного танка прям сделать. Но что-то мне кажется, что не сойдутся звезды с этим. У меня три сета на четверке собраны. Охренеть, как получилось забавно. Ну окей. И что, ребят, касаемо новости, кстати говоря, касаемо Скала, который я сказал в начале, да. В группе ВК у меня уже пост на касаемо этого вышел. Это, ребят, то, что... Многие, я думаю, очень ждали. Не всех это коснется, конечно, да, кому-то пофигу. Но, тем не менее, это, ребят, выход Скала The Hero Slayer на мобилке нахрен, который вроде как планируется, по крайней мере, пока что на 4 июня этого года уже. То есть буквально несколько месяцев. Я уже в App Store, собственно, посмотрел, там уже есть страничка игры. Правда, вопрос в том, что как в плеймаркете это будет оплачиваться, можно ли оплатить. Потому что на разных сервисах, типа там Steam и так далее, обходные всякие пути там находятся, как оплатить, да. Даже Spotify как-то люди пользуются, если мы говорим про Россию за Edge, да. Но вот в плеймаркете я не слышал, чтобы находили какой-то оптимальный вариант, удобный по оплате. Может быть, если давать там свой как-то регион, менять там и как-то через других людей оплачивать, не знаю, честно говоря. Без понятия, насколько там костыльно это или нет. Вот YouTube Premium знаю, что оплачивается дачей своего аккаунта кому-то, либо подключение там семейной подписки чьей-то, либо что-то еще такое. В общем-то, такой себе вариант мне, например, не подошел бы совершенно. Потому что свой аккаунт я, как вы понимаете, никому давать не буду. Очевидно. У кого просто пользовательский аккаунт, то там может человек дать аккаунт, он, например, тут зашел, да, подключил. Ну, конечно, в целом так себе. Вот, ну, в общем-то, Скалл планирует выйти на телефон, и... Команда, которая портирует, это, ребят, Playdigius, которые, или как она там называется правильно, считаются, это, которые портирули Dead Cells, которые портируют Loop Hero, который должен, кстати говоря, скоро выйти уже совсем. То ли в марте как раз-таки, то ли что-то такое, то ли в феврале, мне казалось, должен был выйти уже, не уверен, точно. Короче, это тоже прям очень интересная игра на телефоне, прям будет вообще замечательным проектом тоже, мне кажется. На телефоне поиграть такое, собственно, вообще лепота. Есть там ряд других еще интересных игр, я на сайт зашел, посмотрел так. И вот как раз-таки планируется Скалл. Мне кажется, что Скалл ляжет на телефоны весьма себе комфортно, потому что здесь, типа, 2D у тебя, собственно, управление не перегружено, и это даже будет удобнее играться, чем, например, Soul Knight, или чем игры какие-то, знаете, такие в изометрии и так далее. Потому что где у тебя в изометрии и в каком-то таком, знаете, движении, где тебе надо именно стиком... Даже не обязательно изометрия, собственно, да, но где тебе надо стиком вот во все стороны двигаться, да, а не просто влево-вправо. Там тебя может очень сильно заносить, какое ощущение скольжения воссоздается, я бы сказал. К этому кто-то привыкает, к этому кому-то некомфортно, мне такое, например, некомфортно совершенно. А вот у Скала, я думаю, что таких трудностей, в общем-то, не будет, потому что игра... Ну, другой форм-фактор, в общем-то, имеет, да, она 2D-шная, и при этом здесь нет какого-то, знаете, такой лютой динамики, нет перегруза управления, мне кажется, у нее будет удобно на телефоне играть весьма себе. Может, даже проще и комфортнее, чем в клетке, например, потому что в клетках динамика в этом плане больше. Другое дело, что здесь, конечно, эффектов очень много, да, но мне кажется, что их, скорее всего, упростят. То есть, вряд ли графика останется на каком-то же уровне. Если она в клетках была упрощена, а клетки вроде бы менее ресурсоемкая игра, чем Скал, вроде бы Скал больше ждет и как-то вот так вот. Мне казалось, по крайней мере, по-моему, такие комментарии, что у кого-то там подлагил, что-то еще такое дело было, даже не в оптимизации, я думаю, а потому что эффектов очень много, просто разных. Пиксели и так далее. Я думаю, что графика на телефоне будет, скорее всего, упрощенной. Но, тем не менее, планируется на телефон, и это, конечно, звучит очень интересно, очень годно должно быть. И стоит он, типа, там, 600 рублей, там, 599, это с учетом скидки в 10% по предзаказу. Такое, типа, ну и русский язык в нем будет. То есть, цена какая-то, по крайней мере, в App Store такая написана, достаточно демократичная для портируемой игры. На телефоне, собственно, на телефоне бывают какие-то игры дороже весьма себе, особенно если вот такие портированные. И я гораздо больше за именно портированные игры, или которые вот не подразумевают всяких фри-то-плей донат механик, потому что они задизайнены как-то качественнее, как правило, собственно, нежели когда вот на такое рассчитывается. Понимаю, что просто это как вариант монетизации и так далее, да, но мне ближе именно купить игру скорее, и играть без каких-то вот там микротранзакций, всяких там условного фри-то-плея и механик, которые с качеством игры ничего общего, собственно, не имеют. Ташскал будет вот по такой, я так понимаю, модели. Продвигаться. На какой он будет версии, другой вопрос, не знаю. На актуальный или постепенно обновляться? Мне кажется, постепенно обновляться вероятнее. Типа будет отставать на некоторое время. DLC, наверное, там тоже попозже появится, скорее всего. Хотя не ручаюсь, я чисто предполагаю, у меня никакой информации насчет этого не имеет, собственно. И, соответственно, любопытно мне, ребят, что раз игра, ну, разработчики, то есть, чувствуют, что видят, что Скал как бы пользуются спросом, дали права, Lady Juice, другая компания, получается, на то, чтобы они портировали игру, вопрос возникает в том, планируют ли разработчики оригинальной игры, Soul Spar, что-то там как-то там и называется, так, Games. Там причем как-то издатель не увез, но при этом, если ты нажимаешь на разработчика именно игры, а не на издатель, у тебя все равно страничка издателя открывается в Steam. Поэтому не знаю. Как-то вот так вот оно, в общем-то. Оп. Кауч. Заблокировали там что-то. Восемь костей. В общем-то, будут ли игру дальше обновлять как-то или нет? Я не хочу, чтобы игру превратили, знаете, как в клетки, где там просто миллиард всяких кроссоверов и целая куча каких-то противоречий постепенно накапливается, а игра просто горизонтально изменяется и все. Просто добавляется какой-то плоский контент, бесконечные там черепа и так далее. Хотя черепа здесь, например, да, которые добавляются до сих пор, они дают себе реально уникальный опыт игры до сих пор, что мне очень нравится. Они каждый из... каждый дает себе свою какую-то идею и даже не на один раз играется. Клетка как раз-таки проблема в том, что многие оружия из-за новопривывших, да, новодобавляющихся, они... По своему геймплею ничем не отличаются. В них отличается там анимация, например, но по факту ты делаешь абсолютно идентичные действия. Нет ощущения иного опыта игры, нежели такого, как есть как раз-таки с черепами скал, например. Ну, посмотрим, в общем-то, что будет с игрой дальше в этом плане. Так, навыки свои я на самом деле даже не знаю. Меня мои сейчас они устраивают, я бы хотел на легендарке на них хотя бы посмотреть. А дальше будет видно уже. Заблокировали. Где-то я буду, конечно, навыками пользоваться, да, и автоатакой, где мне особо не требуется прям постоянно парировать, но буду стараться не забывать про особенности персонажа, тоже ею пользоваться активно, соответственно. Так, тут у нас медалька, есть топор, который как раз на черепа силы, есть байкер. Тут, ну... Череп скорости. О, как раз-таки байкера себе поменяем. Вот так. И ролл еще один. Не знаю, что мы ищем на самом деле сейчас, прям уж так. Можем себе залочить какой-нибудь сет, но что лочить? Отвагу разве что? Отвага у меня где взята вообще? Отвага у меня вот здесь. Отвага точно у меня будет. Еще ролл. Снова тыловой взрыв, кстати говоря. Ну, трудно сейчас его поменять. Я могу покопить деньги. Можно месть залочить и скинуть реликвию вот эту вот, но, блин, она тоже неплохая. У меня сейчас резист 0.51 входящий урон, так-то достойно весьма. Если какую-то прям крутейшую крутотень найдем, то было бы неплохо. Но можно так оставить себе деньги, потому что дальше на легендарке всякие шанс будет выше в магазине. Но это можно будет прочитывать вполне себе. Так, что касаемо скала, вот такая вот новость. Можно писать свои мысли на этот счет. ВКшечками, а тоже есть пост. Там в интернете я вот, когда мне подписчик об этом сообщил, написал в комментарии, я очень удивился. Пошел гуглить. Нашел в интернете только от одного сайта какого-то мне. Ну, не ноу-нейм сайта, но мне особо не знакомо. Новость, собственно. Обычно, когда что-то такое выходит по какой-то известной игре, там сразу все об этом пишут. Но тут, судя по всему, не успели, потому что эта новость там была, написано, типа, 10 минут назад буквально. Но при этом открыл в App Store и типа вижу, что там есть уже все такое. Значит, явно это не какой-то невброс и так далее. Звучит, конечно, весьма позитивно и интересно. Потому что скал в такую игрушечку поиграть, там на телефоне где-то не дома, в очередях где-то, в метро или еще что-то такое. Многим такое гораздо удобнее, гораздо доступнее. Звучит весьма себе. Годно, в общем-то. Я думаю, что в игре у них будет прям трудностей каких-то в управлении и так далее. Так, при использовании навыка на одну секунду дает тебе барьера с 10 ОЗ. При получении урона на 2 секунды повышается 10 КАТ. Можем это взять, в принципе. Это дает отвагу. Навыки я юзаю регулярно. У навыков кулдауны прям не прям маленькие. Можем, конечно, их понизить. Но мне это нравится. Это щиты. Я бы это взял на самом деле. Вопрос вместо чего? Вместо шлема древних я его не разбираю только потому, что у меня квинтэссенция комфортная. И плюс сет загадки разберется, которым мне нравится его финальная прокачка. Пока что. Тогда выцвеши цветок скидывайте, месть теряется. И реликвия теряется, да? Ну, зашивись вообще будет. Либо сокровища разбирать, но сокровища так себе. Значит, шлем древних все-таки скинем. Если что, я загадку себе залочу позже. Если захочу. Шлем древних мне реально здесь ни к силу, ни к городу. Гораздо лучше предмета можно легко найти. Он прям... Этому перцу он никак его особо не раскрывает, в общем-то. 114 костей, хватит, чтобы прокачать до легендарной версии его. То, что надо, прям отлично вообще. И у нас Лияны. Я думаю, что мы с Лиянами должны разобраться вполне себе спокойно. У нас пока что... Никак у нас забег в сторону не штормило его, ни что-то он там на магию не сподвигало, ни что... Ну, ладно, угли были, да. И маг встречался, кстати, по дороге. Вот мага с углями было бы. Прям сила, конечно. С его сильно трудным предметом. Можно так вот их реприктовать, сейчас попутно просто. Ай! Потому что мне сейчас... Ай! Мне их бить, пока они атакуют, мне не очень комфортно. Мне хочется скорее от них доджить, а этот перс может блокировать, соответственно. Вот красиво работает парирование, когда ты не делаешь на него микропауз. Да, как это во всех игр, в принципе, касается. Когда ты абсолютно спокойно атакуешь сам, используешь все свои навыки, да. И когда враг атакуют, ты без выжидания просто запарировал и атакуешь, собственно, дальше. Но это надо, чтобы ты четко видел индикацию, чтобы ты не путался с тем, что делает, собственно, враг. И среагировал и так далее. И за это должен быть хороший импакт, иначе тебе рисковать особо не захочется. И вот так круто использовать парирование не умеют практически никто никогда. Потому что все умеют парировать вовремя, да, ну, видно, что такие, типа, микропаузы делаясь. Так, собственно, я тоже умею, но это выглядит как-то... Топорненько и, собственно... Ох ты, блин, больно было. На всякий случай, здесь, конечно, я не заблокирую все удары, да, но если встану как-то коряво, хотя бы первый удар мог бы заблокировать. Да хватит тут и делать. Моя нелюбимая атака у тебя, вообще-то. Ну, одна из нелюбимых, точнее. Вот это тоже противное. Так, блокируем. Еще блокируем. У нас там чисто урон откуда-то возникает. Промазал своей атакой. Но вот так вот, смотрите, вот я говорю, когда у врага четкая атака, когда ты четко видишь индикацию, когда у тебя понятно, когда именно тебя прожимать парирование, и там тайминг нетрудный, то ты можешь комфортно вполне себе это делать. И у нее, например, это четко имеет индикацию. У какого-нибудь скала, если босса смотреть, там запутаться можно гораздо больше. А прожимать просто так рандомно вниз плюс икс, ты будешь тратить время на вот это поднятие щита, и он у тебя будет идти вместо обычных атак. То есть ты будешь часть терять. Он так за вам, смотрите-ка, бьет мечом, мечом, потом бац, такой ногой вперед. Только сейчас обратил внимание. Потому что наниматься таки обычно не засматриваешься. Так, грифон, темный кинжал, тут квинтэссенцы целая куча всяких разных. Но ничего прям такого необходимого мне нет. При этом квинтэссенцы нет ни одной дорогой. Ну, за пятерку продаем кинтэссенцию. Если бы хотя бы была уникальная, было бы поприятнее. А так все по 5 хп только лишь. Обидненько, но ладненько. Можем себе, кстати говоря, супер ребенка взять на самом деле. Есть, кстати, трус еще. Трус будет регулярно актироваться, меня будет подстраховывать. Я буду именно с врагом рядом находиться. Слушайте, а может быть трус очень даже в тему будет. Он у меня и будет актироваться, и будет часть хп сейвить мне, и повышать урон. По-моему, он будет вообще шикарный. И он не будет такой дискомфорт достать, потому что я буду с врагом постоянно держаться. Я не буду во время кулдауна труса пытаться от него убегать. Возможно. Ну вот в чем дело. Это мне не надо. У меня вот мысль взять себе либо удар души и супер ребенка, да? Либо можно взять безмолвные крики еще, как вариант, который кулдаун понижает у навыков, да? Потому что навыки у меня, если я останусь с этим предметом, вот с этим, да? То они будут давать мне щиты, будут мне сейвить часть хп. Удар души дает много. Старайся к собирательству, неизвестно у меня, ну, нужна ли мне будет вообще или нет. Супер ребенка хочется взять, если честно. Так ли много даст удар души? Столько на навыки, и не всегда я буду усиленный навык им идеально лупить. Может мне его все-таки не надо. Благочестие, если брать, то типа вопрос, повышает ли оно восстановление ОЗ от мести. Наверное, повышает. Но, честно говоря, этого маловато. Коротышку не хочется. Ну, страсть как будто, знаете, выглядит так, чтобы как раз-таки были у нас статы какие. Давайте супер ребенка возьмем на жир пока что. А дальше будет видно. И прокачаем себе череп до легендарной версии, соответственно, сейчас. Потому что у меня не было особых больших надежд на вот этот конкретный череп, да? Потому что он у меня по своей механике вот как-то менее красочно выглядит, чем остальные. Но вот сейчас играется весьма себе приятно на самом деле. Полубок. Символ свободы, почитаемый за героические поступки. Теперь у него тоже заблокируют все атаки, да, понятно. Заблокируют вражеский удар, вы можете контратаковать атакой или навыком. После контратакки вы знаете предрядку навыка частично. Идеальная защита активируется, если заблокирует вражескую атаку в нужный момент. То есть, если идеальное парирование. Потому что так, он у тебя где-то секунду где-то блокирует, да, может чуть меньше. А если ты прямо в последний момент заблокируешь, тогда будет дополнительно еще у тебя... Идеальная защита активируется. База в атаке усиливается на 12 секунд, а контратака навыком активирует усиленный навык. Вот так вот. Но у меня на деле, это за весь забег, у меня активировалось буквально единичное количество раз. Сейчас будет, конечно, побольше, потому что я буду больше поделивать, наверное. Но, в общем-то, не всегда это будет удобно. Блокировка ражерской атаки этим навыком активирует идеальную защиту, независимо от момента и на 12 секунд. Опа. То есть, после свапа он, независимо от момента, еще и активирует эффект. Беспощадный удар. Контратаком этим навыком выполнено после идеальной защиты сбрасываете его передряд. То есть, в идеале, знаете, ты блокируешь атаку идеально, контратакуешь усиленным навыком, да, еще и сбрасываешь его кулдаун, и потом просто подряд клубишь навыком этим. Но на практике это будет очень редко так работать. И в самое сердце у нас теперь контратака этим навыком, выполненная после идеальной защиты увеличит критический урон. Она после идеальной защиты ведь только такая, точняк, я про это, если честно, забыл напрочь. Ну ладно, то у нас легендарка череп, правда у меня до сих пор алтари вообще не вкачаны. Но ничего не поделаешь, ничего страшного. И погнали начинать третий этаж. Понял. Сразу у меня этот самый... Вот так. Сразу у меня там сработало все, что можно, да. Отлично. Ну, не совсем отлично. Трусы активировали, да. Вообще мы можем даже трусы специально активировать порой, да, особенно когда вот такой вот голен, который бьет, буквально одиночную атаку делает. А давай, бей меня. Вот так, отлично. Раз, два. Контратакуем его. Удобнее мне получается всего атаки, у которых, знаете, например, во-первых, выстрелы, да, понятное дело, что удобно, очень легко доджить в нужный момент. Просто полностью, полностью в лицо наотхватывал. И еще может быть удобно с атаками, которые резкие, то есть как раз как были, например, Ульяны. Но атаки, которые, типа, замахнулся, и когда он там ударит, типа, не особо понятно, вроде быстро, а вроде и не совсем резко, такие будут самыми дискомфортными. Я думаю. Что будет, если мы пойдем на скалу, не знаю, с честным. Мне кажется, что на нем я настрадаюсь. До него надо, конечно, дойти, само собой еще, но что мне подсказывает, что мы должны спокойно пройти основной этап игры, плюс-минус. Хлещет меня тут, а? Пока я полуслепой. Окей. Ауч. Месть будет частично меня регать, но она не позволит мне зарегиваться, если я получаю удары прям много подряд. Мне надо именно с определенными промежутками, скажем так, отхватывать. Тогда это работает отлично. Потому что у нее кулдаун в 3 секунды все-таки имеется. Оп, оп, отлично. И при этом, если мы запарировали, у нас, по-моему, не происходит такого, что... Кулдаун у щита сбрасывается. То есть я не могу подряд прям зажимать, если по мне какой-то там торнадо, например, лупит целые кучи ударов. Такое не выйдет, насколько я понимаю. Так, этот громила. Этот будет бить по земле, я так понимаю, да? Или что он там делает? Да, это бьет по земле просто. А пусть они голема своего вызывают, мне, в принципе, пофигу. Вот так. Усиленный крит должен был быть сейчас. Вроде бы мне показалось, что я нормально попал, не знаю, не уверен. И на этой, ребят, нотке, на этом этаже я бы хотел сказать огромное спасибо еще раз анониму за донат в 1500 рублей. Огромнейшей для меня поддержки, огромнейшее спасибо. Я не знаю, это тот же самый аноним, который был в прошлый раз или нет. Может быть, просто другой человек с таким же, кто не ввел, а может быть, тот же самый, не знаю. Ну, в общем-то, огромное спасибо за такой донат с сердечком в 1500 рублей. Написал, привет, Леоми, хочу сказать спасибо тебе за твое творчество. Примерно пять лет назад наткнулся на твое видео по клеткам и был заворожен твоим голосом и подачей. В особенности, когда появились рецептики. Благодаря твоему каналу список стима был пополнен годнотой. Скал и пеглин прошли бы мимо, если не ты. Вот так написал. Огромное спасибо за поддержку. Для меня это очень ощутимо. Рад, что рецептики нравились так даже. На самом деле, вот такие вот истории из жизни всякие. Есть лояльная аудитория, которая смотрит, соответственно, на если ты кто-то любит уютную как раз-таки атмосферу. На канале и так далее. Такой априори, конечно же, меньше. И вот как бы, вроде и многие хотят рецептики, но на самом деле на видосах с рецептиком в среднем, среднее время просмотра оно как бы наоборот ниже и удержание меньше. Ну, широкая аудитория, которая просто приходит посмотреть именно игру, она, соответственно, не особо любит такие обсуждения. Но мне порой бывает хочется, и это, конечно, очень приятно и рад, когда это нравится. Так, это нам не надо точно. Рад всегда добавить, скажем так, косвенно в библиотеку как раз-таки новые интересные годные игры и познакомить с ними. Как говорил, всегда очень приятно открывать аудитории что-то, что им заходит. Как, например, недавно Space Gladiators многих заинтересовало. Как раз-таки вот я сейчас записываю, да, у меня сейчас 17.26 время на часах, а буквально меньше часа назад вышел как раз-таки видосик вторая серия по Space Gladiators, например. То есть вот из такой же оперы игра, про которую далеко не все знали, и многих в то же время заинтересовало. Ну, бывает и про какие-то известные и популярные игры, как Peggle, как Skull, как еще прочие. Тоже узнают из видосиков вот так вот и очень заинтересовываются ими. Да, это очень мне приятно, в общем-то. Спасибо большое за поддержку, за теплые слова. Хорошо, нравится контент. Про рецептики я не часто, конечно, вставляю сейчас, потому что это надо еще что-то новенькое готовить. Вот мне как раз-таки, кстати говоря, сейчас у меня на зоне две книжки должны приехать, точнее записные. Одна из них для рецептов, как раз-таки для записи, она уже приехала сегодня, и вторая еще просто как ежедневник. Такие с деревянной обложечки там и так далее. Вот туда буду себе свое записывать, чтобы как раз-таки не забывать. Ну, так, я, конечно, новое готовлю я не прям часто как-то, да, и рассказать о таком бывает очень тяжело, потому что это записывать и рассказывать, говорить о чем-то отдаленном совершенно значительно труднее. Плюс какая-то огромная подготовка и так далее. Но, тем не менее, какой-то свой шарм иногда в этом, собственно, имеется. Так что вот как-то так. Так, мы нашли два магазинчика. КПшку покупаем. Это ролим. Может, был бы корешок взять, но, честно говоря, как слот его тратить не особо хочется на него. Хотя он рабочий. Воспитатель, старый крест. Роль ним здесь. Опа! Похититель душ. Отлично. Лего. Приключенца. Мы месть себе тогда лочим здесь, наверное, блин. Хотя, не знаю, месть не хочется лочить, но с другой стороны надо же месть где-то взять, да? Реликвия древняя сила. Реликвия тоже разобралась у меня, конечно. Она тоже весьма себе на самом деле сильно помогает. Даже не факт, что меньше, чем месть. Потому что резист очень большой давала мне. Сколько там? 45% резист. Очень ощутимо. Когда у меня много хп, а у меня много хп. Может, у меня есть чего-то другого? Блин, ну другое оставить не хочется. Мне и копье пехотинца меня устраивает на рефлекты. И несгибаемую волю мы оставим. И воинственного духа, наверное, тоже. То есть забег на частичные рефлекты. Такие, копье пехотинца и воинственный дух идеально подойдут к гулю. То есть буквально, ребят, все такие в комментах, такие, просят гуля. Но когда гуль... Лео такой, у нас уже есть гуль. Гуль дома. Полубок. Блин, как... Сейчас странно звучит, когда полубок стоит ниже какого-то там гуля, да? Но... Не в контексте скала. Так, и здесь нас интересует, собственно, месть, да? Потому что она регенит все-таки у меня будет хп, и должно быть очень ощутимо. Если персонаж получает урон при наличии барьера, выпускает дарную волну в сторону нападавшего врага. Волна наносит физический урон, профессионально ОЗ барьера. Но у меня барьера не будет вообще нисколько, поэтому... Это не для меня явно. 17 тысяч золота. Давайте ролим еще. Куда мне его девать, не знаю вообще. Винтесенцию купить. 5 хп за 1340. Вообще не станут. Но что поделать. Так, давайте разберем этот предмет, чтобы купить здесь череп, потому что до него так не дотянуться зачастую не бывает. Викинг обычный. Мы его как раз таки меняем тогда на редкий череп. Рол. Там мастер боя. Предмет, который на громовержца тоже. Мастер боя меня не особо интересует. Предмет реликвии тоже, наверное, нет. Ну, из всех реликвий есть что-нибудь, наверное, вкусненькое для меня, да? Но вряд ли он со мной останется. Потому что у меня золотая курильница и каменная маска, скорее всего, я разберу их. То есть у меня от реликвий останется только рука славы. Ну, вот как-то так, да. Так, мы почапали дальше. Сегодня у нас волк вообще ни к чему не сподвигает особо тогда. Как в комментариях предположили, что волк как раз таки вот... У нас же сейчас 8 марта недавно было. Может быть, волк на самом деле, оказывается, это волчица. И он сейчас просто отдыхает. После праздничка, собственно. Так что готовится, возможно, к чему-то очень мощным. Сейчас еще масляничная неделя, ведь в сентябре началась. Я бы вот свежих каких-нибудь прям блинчиков прям вообще за милую душу не отказался бы. Из таких, вы знаете, забегаловок и так далее. Я как раз таки вот теремок, например, тот же, я прям обожаю. Другое дело, что там цены прям весьма кусачие, чтобы наесться. У меня нет в целом какой-то привязки, знаете, к... К тому, что, типа, поскольку я славянин, то какой-то славянской кухни и так далее. Ну, например, те же блинчики я прям вообще обожаю. А так в целом просто... Скажем, так нравится. Ох ты, блин, горшок жадности. А вот это религия, которая со мной останется точно. Вот блинчики, например, я прям за милую душу. Ну, не потому что, например, я... Здесь живу или что-то такое еще, а просто потому что мне они очень нравятся, собственно. Ну, опять же, нужны блинчики, чтобы были и мягкие, и вкусные, и хорошие, и... С начиночкой, особенно вообще для потаж. Теремок захотелось, если честно. Из таких вот фастфуд, которые как раз таки вот... Ну, типа фастфуд, знаете, такие забегалы, которые вроде как... Не зарубежные, а именно, которые у нас появились. Вот теремок, наверное, одно из самого такого близкого мне. Золотая курильница. Ее скидывает, что ли? Мы, типа, теряем тогда и реликвию обратно разберем. А, нет, стоп, реликвия останется на месте, как раз таки. У нас будет меньше золота, меньше будет хп-шки. Но зато будет горшок жадности, который, кстати говоря, не собран. У меня легендарок не хватает. У меня легендарок, да, у меня буквально раз лего и два лего здесь. Ну и горшок жадности лего, соответственно. Но ничего страшного, у нас скоро будет еще лего... Лего... Как так сказать, пришельца? Приключенца? В смысле, да. Хотя не факт, что там будет что-то нужно. Надо подумать, какая лего меня вообще от приключенца интересует. Лего танка не особо, потому что на боссе это будет, типа, 100 щита и все. На команды, конечно, шикарно, а на боссе, типа... Ну... Как дополнительное хп такое, и то 100 щита, это в лучшем случае, если ты сэкономишь. Лего... Война обычного. Может быть, да, кстати, которая резает себя чисто. Вот она очень даже может быть... Так, от этого не доджим, потому что надо его вынести как можно быстрее. Тут, по-моему, комната аксериатская совершенно, если не ошибаюсь, да? Не уверен точно, это или нет. Черепа эти красные, которые спавнятся долго, блин, тупо. Ну, посмотрите, ну как эту комнату можно сделать так, чтобы сундук здесь зарядить? Меньше, чем, блин, за косарь. Можно, конечно, но... Приспользовать трех навыков оглушает врагов. Это хорошо будет, знаете, кого за... Как его? Я не знаю, просто чей это предмет. За Геракла очень хорошо. Который с захватами. Наверное, это его предмет сигнатурно, скорее всего. Но для меня это не очень подходит. Конечно, не стоит покупать. Я особо не надеялся. Просто было любопытно, что ничего выдастся мне здесь. Солнечный меч. Блин, а кольцо уже было, кстати, предложено. Может, конечно, еще раз предложится, но вопрос, вместо чего брать. Солнечный меч не настолько силен. Надо вот что еще понимать. Это 8 сфортанов физы и 1 ритуальное оружие. И все. Ну и прок еще, правда. Не, не буду брать. Сейчас реально можно много чего найти гораздо вкуснее. Я редко свапаюсь, на самом деле. Надо бы почаще, наверное. У нас достаточно долгий эффект после свапа, но, блин... Ради чисто лишь свапа тратить время на втором черепе, который у меня вообще бесполезный. И, вероятнее, все таким и будет, да, кто бы там ни был особо. Ну, это не тот сап, который такого стоит. Он, типа, вроде неплохой, но... Отдельно в него вот так уходить? Ну, не знаю даже. Ауч. Бей, бей, бей. Ладно, хрен с тобой. Поблокирую. Стоп, 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 стоп. А, стоп. А здесь... Танк есть, да? И... И... Как его? И воришки. Я забыл совсем про... Этот самый, как его, про эссенцию. Ну, тут танк разве что. У меня другие не нужны вообще. У танка реликвия и... Ну, не знаю даже. Можно, конечно, взять, чтобы... Как временный вариант. Но, в целом, так... Не сильно прям требуется, по-моему. Радо, что как временный вариант. На комнаты. Что прям вообще спокойно себя чувствовать, знаете, что... Каждая комната у меня по 20 щитов сверху шло. Могли его копить еще. О, как неудобно. С магичкой, естественно, сражаться, да? Не повезло мне здесь приключенцам. Хотя... Ну, типа, меня лего-лучница устроила бы. Ну, это понятное дело. Она себя всегда устроит, наверное, да? Лего-магичка мне не нужна была. Лего-ассасины и подавно. Броня избранного воина. Ну, реликвия и крепость. Реликвия собрана. А, ну да-да-да. У меня же... Крушитель надежд! Горшок жадности зато лего дал. Точняк, у меня что-то освободился, когда экстрактор потерял. Ммм... Так, ну, крушитель надежд мы точно возьмем. Вопрос вместо чего. Мне вот интересно, сколько дает много воинственный дух эффект, но он дает месть. Все-таки. Броня избранного воина. Реликвия с ней собрана, но реликвия вот здесь разберется. Но реликвия может обратно собраться при помощи... Блин, а пока у тебя 100 щита, и при этом хп много, это 100 хп считать, да, в виде щита, по которым еще резист понижен. По повышенному, по-моему. А, но с другой стороны щит у тебя расходуется, и месть не работает. То есть мне щиты в любом случае так себе не будем брать эту броню. Я думаю, крушитель надежд меня устроит, пожалуй. Это удовлетворяющий предмет, да? Лего-магички могла работать. Ух ты, какой. Ой, не лего-магички, а лего-клирики в смысле. Какую банку она мне дала. Хорошую прямо. Так, мы разбираем себе ниндзю, соответственно, здесь. И прокачиваем хпшечку, наконец-таки. Нужна ли нам скорость атаки? Ну, так, фикти-фикти. Передряд к навыкам вот нужна. Три алтаря вообще нам нужны, по большому счету, но... Несмотря на даже на все сокровища, все равно не так много мы костей имеем. Сейчас мог бы в теории подойти предмет, который, знаете, на... На фулл золото забег, да? И особенно если взять себе... Вот мне как скидывали в Дискорде у человека попалась копия, как у него было... Как называется там? Золотая курильница плюс 25% к золоту, да? И было две каменные маски из-за снизни. То есть плюс 125% к золоту. В таком забеге, конечно... Предмет знамения модовый, который за золото тебе дает физико-магнический урон, он был бы вообще шикарен, так набраться целую кучу золота. Но это рада, что вначале себе такое выдать и так далее. Надеяться на такой шанс не очень много. Ну и все равно этот предмет дал бы мне вот сейчас, например, 200% физико-магнического урона, да? И дал бы знамения повышающих по мне урон. Но он не стоил бы того. И близко даже. Я бы сказал. Не говоря о том, что свое золото я, может быть, еще потратить захочу. Конечно, его больше стало постепенно потом, но... Все равно звучит сомнительно весьма. Блин, когда мы, конечно, вот так подряд лупим, да, с этим копьем, дамаг хороший. Но копье бьет сильно, понятное дело. Вместе без разницы, какую силу... Какую силу и тычку блокировать, большую тычку заблокируешь, и она тебе вернет много хп, зато в обраточку. Если же ты наоборот, знаешь, там, типа, первая атака будет у врага слабая, а потом сильная, вот это будет для мести не очень выгодно, например. 159 бьет мое копье, 50-100 бьют обычные атаки примерно, по ощущениям. Но на самом деле, вот надо сказать, что именно когда я начинаю блокировать подряд, хоть как, хоть хаотично, хоть как-то еще, вот тогда появляется урон. При этом я навыки особо не прожимаю, мне неудобно блокировать, и при этом нажимать навыки. Вроде бы пальцы-то используются разные, да? На эти клавиши. Но почему-то, как-то, когда блокируешь, не задумываешься о второй опции. О том, что после этого надо навык прожимать сразу же. Вот так. Можно навыки беспорядочно нажимать, в принципе, да? Тогда они будут вылетать, а где на кулдауне навыки, там будут автоатаки. Это будет работать, возможно. Мне кажется, с таким успехом этот черепь, если ему повысить хорошую выживаемость, да? Он может сказать, что очень жирным. Оп. Не заблокировал, но сказал оп. Кириончик! Это буквально, блин, это буквально пограничная черта, где ты можешь его зарядить. Но, по-моему, он зарядится. Это вот где-то середина второго, третьего этажа, он зарядится успеет. Если что, на юане подзаряжаем еще его. Я думаю, что я его беру вместо каменной маски. Уже достаточно у меня золота, мне кажется, мне хватит на весь забег. Правда, закрою еще разберется. Так и хочется, знаете, копье пехотинца скинуть из-за того, что он низкого рейтинга. Низкого тира предмета, но на самом деле оно вполне себе. Если я буду так отхватывать. Очень даже работает. Можно загадку себе собрать до конца, но хочу ли я загадку? Я бы лучше отвагу залучил, наверное, себе в магазине и просто отвагу бы доделал. Даже если мы получаем урон, сначала у нас там то... То у нас в трусы попадает, то у нас лечится хп местью частично. То там не просто там где-то блокируется урон. В итоге там из пяти ударов по мне пройдет, например, два. Подряд летящих, да, еще причем. Значит, и сколько, что мы там еще хилки-пизраков получаем. Мы выхиливаемся, но на боссе такой ситуации не будет. Там поток выстрелов будет гораздо больше. У меня не будет таких пауз, чтобы перезаряжалась вместе, чтобы перезаряжался трюк-трус. Ну, именно на финальный боссах, если смотреть, да. Просто... А, нет, стоп, а урон не проходил по нему, да? Ха-ха, хорошо. Ну, а сейчас почти все удары я заблокирую. Посмотрите, он моментально стоп, просто вообще... Жесть. Так, скелет со щитом, разгром щитом, можно... А, стоп, это... А, магазин еще не было, да? Я могу, в принципе, у себя взять, потому что... Просто обменять его на что-то более дорогое. Минотавр лучше на второй слот, но я сапат все равно особо не планирую. О, кстати говоря, архи-книжник. Меняем как раз-таки по косточкам, в плюс вышли, мне кости нужны. Гарпия, тут вот предмет на оглушение, это как раз-таки неплохо может оглушать. Это хотя бы один из немногих предметов, который на оглушение не имеет ограничения какого-то. С плоским временем, кулдауном, типа. Но у него шанс очень низенький, он на скорость так и надо его брать, разве что. Есть еще предмет, конечно, который за каждые навыка дает оглушение массовое. Так, все это сокровище, значит, разбираем, получаем себе отвагу, да, наверное. Отвага даст очень много физы. У меня сейчас физы 876% остановится. 1283 под этим множителем, просто жесть, баф. Он будет действовать не всегда, но половину времени будет работать. Кость храбрости мне не нужна. Это у нас большой лук истины. Тоже предмет какого-то из персонажей. Ну, а череп купил здесь, понятно. Здесь вот по ощущениям, вот в этих капсулах, которые предлагают тебе, здесь редкость черепа с этажами не растет. То есть, как и в этом машине наверху, что в начале, что в конце забегать, тебе здесь постоянно будет низкого качества попадаться. В магазине у тебя шанс на повышенное качество, на какие-то уникальные легендарные пометы, он повышается постепенно. Они чаще дропают, чем в начале. А вот здесь, по ощущениям, как будто так, как и не меняется, в общем-то. Есть циркулятор монотех, который кулдаун навыков меняет, но, типа, не бесполезен для меня, но при этом слота своего не стоит. Ну, давайте возьмем себе гарпию, потому что мне нужно хоть какие-то деньги, хоть куда-то деньги сливать, хоть хп, хоть как-то повышать. В жизни бы такие проблемы, да, что было. Просто мне куда деньги сливать. Искали, в общем-то. Ну и в ближайших сериях, ребят, ждем. Что у нас волк где-нибудь разразится, да. Если вспоминать его. Разразится какой-то лютой имбищей. И сильным изменением моих планов, да. Возможно, я не один раз в пределах одного забега даже. Кто его знает, как там получится. Так, это мы подходим поближе. Вот так. Ох ты, блин, там по шестерочке. Пять ударов, где-то шесть ударов, может быть, полетело. Ощутимый был. Но я вот так контратакую. Блин, мне понять, откуда именно урон идет. У меня такое ощущение, что дамаг идет тогда, когда я контратакую и юзаю атаку дальше. Типа у меня именно контрудары очень сильные. Ну, наверное, как бы логично. Но просто я не понимаю до конца насколько. Это тоже крепость-религия, кстати говоря. Чисто на то, что он поддерживает большое количество хп. Это мне не надо. Это мы разбираем, чтобы разобралось точно именно это. Именно то, что нам надо. Так, а мы эту сундук открыли? Да, сундук открыли. Зато за хилочкой вернулись. Тоже пригодится. Лего клирика, к сожалению, как и лего лучницы, не упала. Лего приключенца. Тоже нет. Не попались они мне там, где нужны были, где у меня был экстрактор. Но и так нормально. Я вот предмет, который, как и у темная билка, которая что-то там с хилом связанная, да, благо... Не помню, как это называлось. Мне как-то... Вот, смотрите, у меня, типа, копье бьет на 187, и потом у меня отпичка на 850 с чем-то. А это прилично. И это моя именно контратака с базового удара. То есть, когда я врага контратакую, у меня просто идет огромный урон. Ты реально получаешь за это достойный импакт. 3200. Вот я сейчас специально навыком использовал, да. Но это надо прям обращать на это внимание и специально готовиться, мысленно прорабатывать, что ты сейчас используешь. Так это работает не так комфортно, не так стабильно. Науч. Да хрен с тобой. Фулл хп все равно. А этого заблокировали и вынесли просто по дороге, лол. Как-то было странно сейчас даже выглядело. Но, слушайте, этот череп неплохо себя показывает сейчас. Гораздо веселее, гораздо интереснее, гораздо приятнее, чем в прошлой серии. Хотя в прошлой серии он тоже был, типа, приятнее. У него были явно парированные, чем у других многих черепов. В 95 у Кириона, ему надо всего лишь 300. Тракториста вспоминаешь сразу, да. Мы должны набрать спокойно, я думаю, да. Плюс еще перед героем там целая пачка этих самых. Вот после, например, после Химеры встретить Кирион, вот там ты можешь его уже не пробудить. Ну, если ты, конечно, не будешь фармить на Юане, например, да. Давай контратаковать, пофигу на входящий урон, зато пички сильные поделаем. Вот так. Что, а может быть, если ты... Я не знаю, даже Витик по мне... Я стою в жиже, по мне удар проходит один из пяти. То есть как будто бы, когда я контратакую, все-таки у меня сбрасывается кулдаун моего щита, я не знаю. Но при этом, если я в контратаку нажму заблокировать щитом и не попаду, да, то у меня будет небольшое вот окно появляется. Хотя все равно какая-то атака проходит. То есть не все удары я могу заблокировать так, но многие. Так, тут есть фантом, кстати говоря. На уклонение дополнительно еще его использовать. Я в прошлый раз прочувствовал эту концентр, он мне как-то понравился даже так. Порой может зайти. И, типа, пока ты дополнительно ее прожимаешь. Правда, вот, я же ее хаотично буду выжимать. Например, можно нажать щит, а потом ее. Тогда мы будем блокировать, а потом снова щит. Она у нас будет там три пары мне подряд. В принципе, давайте возьмем. Это, мне кажется, будет интересно. Как вариант был просто разобрать кинсенсу, конечно, но... Пускай будет так. Попробуем. Древнее проклятие не надо. Последний дар и подавно не надо. Вот у этого благочестия проблема в том, что в прошлый раз, когда я играл с хилом каким-то очень жирным, да? Оно не стакалось бесконечно. Типа, я играл вроде бы за... Как его? За копьеносца вместе с бесконечными рывками, да? Я хилялся на единичку постоянно или там на что-то такое значение, какое-то небольшое. И оно мне не стакалось. Оно доходило до значения плюс там 9% урона или типа того. И все. И дальше не шло. То есть оно как бы то ли с одного источника не стакается, то ли что-то еще такое. Оно не с одного тига до 9% доходило. А постепенно оно останавливалось быстро. И непонятно как-то было. Ну или там до какого-то такого значения. Я не уверен, что сейчас, мне кажется, отработаться может так же. Так же плохо. А у меня в основлении только месть. Ради бафа мести это брать, чтобы с нее выходить. Ну не в плюс, но... Лучше было, даже не знаю. Страсть взять, чтобы вообще до конца унизить игру. Ну блин, так не хочется, так попсово, но как будто бы это правильное решение. Удар души. Я не так много навыков бью. Я зачастую бью автоатаками. Навык акудауна приличный. Еще навыкам надо бы в идеальный навык совершить контратаку, чтобы это... Именно тут туда ушел бонус. Ну и страсть возьмем себе. У меня теперь физы 1098%, а во время боя будет 1500. Даже больше. Во время активной отваги, соответственно. Она 45% дает. Множителем это просто очень много. Так, и что мы здесь хотим прокачать? Скорость атаки надо ли? Потому что я парирую и... Наверное, лучше базу. У меня есть множители. Я не знаю даже. Я парирую просто и свою скорость атаки я могу не реализовывать вовсе. Вовсе. Даже не знаю. Еще касаемо признака слабости. Мне обратили внимание, ребята, что этот вот темный билк, который при трех ударах по врага активирует тычку, да, то есть... Который стоит один только лишь... Один уровень прокачки имеет. Весьма себе сильный на вот такой вот плоский прок, да? Когда у тебя много ударов. Причем неважно ударов от чего, от автоатаки или еще от чего-то. Просто вот... Чего попало. Так вот, мне обратили внимание, что она работает даже... От яда, например. И яд, я напоминаю, он делает целую кучу тычек. Особенно и у него качается интервал нанесения. Если ты прокачиваешь себе этот сет. И как вариант, в забеге на яд взять тебе признак слабости я... Реально вот, да? Прокачать яд на 4, потом еще раскрыть яд дополнительно. У тебя будет целая куча тиков, ты просто накладываешь яд и можешь просто сам хоть доджить. У тебя признак слабости будет прокатиться в больших количествах. Конечно, это будет не очень прям... Недосначно будет дамага, наверное, все равно. Но звучит весьма любопытно. Может быть, такое сделаем. Как-нибудь в забеге на яд, наконец-таки, когда он свершится, да? Идем за косточками. Ну, видали там просто... Мое копье, насколько это бьет, да? И плюс мое парирование прям очень сильное. Просто контратака после парирования реально бьет там на косарь. Но при этом копье, оно, во-первых, все равно достаточно большое повышает... Сильно повышает урон, и, во-вторых, оно работает даже если я получаю по лицу, если у меня парирование не срабатывает. Если я косякнул. Это было косячное тоже. По таймингу, ничего страшного. Что-то у меня куда-то штормит туда-сюда. Ладно. Пустите меня. На всякий случай поражал. Серьезно, у меня весь урон только от парирования. Мы буквально должны ими постоянно пользоваться. И это хорошо, на самом деле. Особенность первой... Как скажем так... Импакт настолько большой, что им хочется пользоваться. Нет такого, что я могу пренебречь этим и пользоваться тупо там навыками или автоатаками. Жди за храмом. Ну что, ребят, давайте беспощадно удары в самое сердце, наверное, менять. Попытаемся найти что-то другое. Там есть какой-то таран вроде бы или что-то такое. Хоть бы два навыка поменялись. На кусочки и на пролом. Во! Идеально вообще! Два новых навыка. Поскольку мы хотим, ребят, посмотреть полноценно этот череп на все его. Сегодня полноценно гештальт за него закрыть. Раскрыть его потенциал. И, слушайте, я прям доволен. Я вот ожидаю, большие у меня ожидания касаемо громовержца с его сигнатурным светом. Потому что там должна быть мега красота с целой кучей молний, да? Сейчас мы прочитаем сами навыков. Когда мысли договорю просто. От этого у меня таких надежд не было. Но мне очень нравится. Это прям хорошо смотрится. Визуально навыки будут вот так, собственно, у меня есть. Глянуть. Добили. Так, на пролом хватает щит, бросается вперед и толкает врага перед собой, нося физический урон. Контратака этим навыком, выполненная после идеальной защиты, дает 30 щитов на 10 секунд. То есть дает тебе щиты. На кусочки. Делает широкие взмахи мечом, нося физический урон по области. Контратака навыком, выполненная после идеальной защиты, увеличит его область поражения. Понятно. То есть навык у нас первый дает, например, нам щиты может дать. Оп, сейчас я щит, например, получил, да. И во время щита, опять же, у меня... У меня щит, во-первых, идет еще отсюда. И получая урон я время от времени, то есть тот предмет, который мне дает щиты, он дает стабильно мне 60% физы, в принципе. Немножечко сейвит по хпшке. Он очень хорошо может дойти скалу, например, потому что скал постоянно спамит навыками, например, да. У меня, по-моему, был за век как раз таки скалом, который такой гибридный на 10 зеркале. И он у меня был с двумя вот этими архитекторскими керасами, если не ошибаюсь. Это весьма себе угодно работало. Но он у меня сейчас тоже будет активироваться от навыков все-таки более-менее стабильно. Давать мне щиты и повышать мою выживаемость. Я смогу дольше продерживаться в бою с какими-то, например, боссами теми же и так далее. По-моему, там будет два из пяти ударов проходить, и те два удара, которые пройдут еще и в щиты, уйдут частично, например. Так, открытие красной звезды нам не надо. Из этого нам ничего не надо, в принципе, идем по косточкам. Так, тут NPC какой-то. Гарпия, кстати, все еще не поздно. Все еще достоин, как говорится, да. Так, ух, тихо. Не вовремя открыл. Я хочу с ним доболтать сразу же, да, и все. Идти спокойно дальше. Двадцать костей, это весьма приятная награда. Мы же их получили? Да, да, предостой награды. Мы получили все это, и все верно. Там просто активировался, это самое, как его. После диалога у меня снова экран затемнился от труса, и я подумал, что, может, меня прервали. Все-таки я не заметил. Нет, все нормально. Там призрак даже меня, вон, задает, задефал. Я про него совсем забываю, конечно. Слушайте, это прям... Череп реально напоминает Гуля тем, какой он дефовый. Я бы сказал, что он, возможно, даже второй после Гуля, вот, в плане жира. Потому что блокирует львину и долю урона. Хотя есть еще, например, тот же щитовик, да, щитоносец. Тоже из такой же оперы череп. Удивительно, что это череп баланса, а не силы, например, какой-нибудь. Так, это берем себе тролля. Просто покупаем и продаем. Денег у меня все еще жопой жует, чтобы просто вот так вот на хп-шку их тратить, например. Из этого ничего не надо. Ну, а вранца корлеона меняем на мумию ради костей. Еще ролл. 10 костей еще предлагают. Это как раз-таки вот нам... В таком завете, в котором тебе как бы 10 костей не стоит 1920 вообще ни разу. Но у меня просто билд уже плюс-минус собран. Ну, буквально собран. Я ничего менять не собираюсь, вроде. Я не знаю, что можно найти, чтобы поменять. У нас и крушитель надежды есть, и кирион, и горшок, и коробка, которая дает целую кучу физы. И предметы остальные, которые синатурно мне подходят, которые не самые сильные, но сейчас они меня более чем устраивают. Рука славы тоже. Я не знаю, что тут менять можно. И сеты еще вполне себе все собраны, что нужно. Ну, загадка была бы неплохо, да? Ритуальное оружие. Но тут у меня озолочено то, что нужнее. Да нет, ритуальное оружие как раз-то не надо мне. Погодите-ка. Ритуальное оружие снизить, а вот загадку повысить, это было бы в идеале. Но такое у меня никто не спрашивает. Это радость копье пехотинца скидывать. А так ли много оно импакта мне дает? Оно, конечно, при каждом рефлекте бьет. Блин, даже не знаю. Но вообще вместо него может быть что-то лучше. Слизень. Я, кажется, знаю, что может быть лучше. Я, кажется, знаю, что может быть лучше. Не прям слишком сильно мне нужна лего, которая неизгибаемая воля. Я, честно, до сих пор так до конца не понимаю, сколько она сильная или не очень. Потому что это огонек, который она активирует. Но он, типа, сколько-то дамажит, но не прям дофига. А 50% статов это тоже немного совсем. При этом посетам дает загадку и поединок. Но поединок нормальная штучка. Как раз-таки против одиночной цели, кстати говоря, да. А вот у слизня, если он мне крушак надеждаст, тогда, конечно, будет вообще жесть. Это будет вообще идеально. Я тогда отвагу смогу скинуть с алтаря и взять себе загадку. А, ну загадку тогда я не возьму, потому что за копье пехотинца сбросится. Так, у меня есть какая комната с предметом или нет? Если с предметом, можно будет от чего-то отказаться сейчас. С предметом. Опа. Хорошо. Так, какой предмет я точно не хочу копировать? Я не хочу архитекторскую кирасу копировать. С другой стороны, она дает отвагу. Я могу скопировать ее. У меня будет много счетов даваться. Она даст нехилую выживаемость. Я не хочу несгибаемую волю вторую, если честно. Ммм. Ммм, даже не знаю. Можно копье пехотинца разобрать, а несгибаемую волю скинуть. Тогда любой другой предмет я предпочту вместо копья пехотинца. Он мне не дает сетов, собранных как-то. Он только дает рефлек, который хоть дает какой-то урон, но все же мне кажется, что плоская физа даст больше импакта. Если коробку с медалями скопируют, он скопирует с учетом стака. Меч тоже самое, кирион. Его не надо будет заново заполнять с нуля. Мне кажется, что сюда наше решение такое. То есть, смотрите, я скидываю его так, потому что я не хочу несгибаемую волю себе копировать точно. Я разбираю тот предмет, но я не хочу от нее отказываться. Я разбираю копье пехотинца. Шикарно будет, если даст реально мне что-нибудь с отвагой, чтобы нам освободился один слот, и мы взяли что-нибудь еще. Ну, давай, слизим, тащи. Забег просто... Не просто полубога, а просто чисто бога, я бы сказал. Бога-бога. Реально очень мощный. Рука славы? Ну, можно было лучше. Но пойдет. Она реликвию дает, кстати. Блин, реликвию до конца дособирать все-таки попытаться, может быть. Но вместо чего? Отвага вместе на месте остаются. Блин. И поединок не собран до конца, и реликвия не собран до конца, и то, и другое никуда не сюда. Блин. Ну, хоть ты трясешь. Но физы зато даже опище, да. 1332% это вне боя, а в бою 1982% физы. А прикиньте еще есть ли мне 2036% физы. А, еще же Крушитель Надежда настакался. 2271% физы после получения урона, судя по всему, от чего-то там заскейлился еще тоже. У меня же есть эта штучка, которая физика-магический скром повышает, да, да. Сейчас 1398, потому что множество пропал. Еще у меня есть, соответственно, сам как его. Загадка может дать сияние на повышение физического урона, на 60% еще. То есть, мои статы прям от души набраны. И Кирион мы, причем, пробудем совершенно спокойно даже задолго до... Задолго до Иоанна, мне кажется. Ну, не задолго, да, но до нее. О, может, Лего-приключенцев будет все-таки с одного. Вот так вот. Ну. С одного приключенца... С одного героя, чтобы Лего выпало сразу же на этом этапе. Не часто такое бывает. Ай. Что-то как мне очень дальше получается. Он не так много атакует, как мне надо. Ох, пошла жаришка. Дополнительно еще щит свой заюзал, но не вовремя он не дал мне щитов, к сожалению. Я практически сам не атакую. Я в основном щиты юзаю. Атакую только тогда, когда у меня после контратаки. Зато у меня числа, если появляются, то появляются весьма себе сильные. Давай, езди туда-сюда, пофигу мне. Ну, там блокирую, но при этом... А, но его не кому-то атаковать здесь. Судя, пусть он не получает трон в этот момент. И в этот момент тоже, что ли, не получал сначала? Как-то так. Я постоянно блок поставлю. Ну, это работает, в принципе, даже. Просто выглядит немножечко топорно, как-то я бы сказал, все равно. Перчатками не нужно точно. Узника мы на кости разбираем. Нам все еще есть, что прокачивать. Один алтарь до конца докачиваем точно. Второй начнем качать сейчас тоже. Давай, давай, давай. Еще больше физы, кстати говоря, будет же сейчас. Ё-моё, нихрена забег, конечно. Я, ребят, думаю, что мы серии такие посвящать персонажам вот этим вот, да, сегнаторными предметами будем раз через две серийки где-то, да, плюс-минус так. Ну, по крайней мере, ближайшее время. То есть, следующие ближайшие две серии будут с других персонажей, каких-то не DLC-шных. Так, чтобы пробалансировать относительно того, с кем я еще хочу поиграть в обычной игре, что примерно это все распределить. Аж скал завершать как игрушку не хочется, потому что она слишком увлекательна. Она играет слишком охренительно. Слишком интересно, блин. Оп. Вот так тебе щиты получили как раз. Вот в идеале мне на самом деле обращать внимание на идеальную контратаку совершать именно для моего навыка со щитом. Потому что 30 щита это прилично. На 10 секунд это совершенно много времени. Я за это время успею слить эти щиты себе легко. То есть, вот ради него есть смысл контратаку специально идеальную делать даже. Пытаться. Например, входить в бой, знаете так, с нее именно. А потом уже хаотично прожимать все подряд. Но мне надо, чтобы ворак в том числе много делал ударов. Если он будет делать одиночные и сильные удары, на него будет работать я буду слабенько. Мне надо много мелких. Хотя с другой стороны трус и... Трус и месть для мелких ударов не очень эффективны. Для большого количества мелких особенно. То есть, я по сути и туда и туда, скажем так, и то и другое мне в чем-то подходит, а в чем-то не подходит наоборот. Оп, проехались. 84 щита нахрен. Набрал. А, ну это у меня, наверное, или нет? У меня алтаря нет. Эффекта алтаря вроде бы. 74 щита. Откуда-то щитов, короче, надыбал. А, у меня щиты от этого самого, от компота. Мне жрицарь дал компотик, да, от него щитов так много еще. Очищаемся, хотя рановато, но пофигу. Даже с меня тут повысит еще урон, по мне хрен с ним вообще. Добивай его. Видите, конечно, лампы противные. Но забег получился вообще ни разу не душный, весьма интересный опыт. Так, тут меня ничто вроде бы не интересует, поэтому... Господи, берите вы эти лампы. При базе атаки из почки перед вами поднимают завещие шипы ритуальное оружие, но они бьют как ничто. Разбираем. У нас остается, получается, впереди один магазинчик, и потом уже, в принципе, близко к финалу этого этажа. При этом мы идем достаточно, я бы сказал, в целом медленнее, чем обычно. Ну, то, что мы сильно зависим от вражеских атак, надо постоянно, чтобы нас пытались бить, иначе у нас урона своего не очень много прямо уж. Ай. Часть захилял. Заблокирую точно. Вот этот враг, кстати говоря, да, который... Ну, я, в принципе, могу сделать вот так. Я же спиной тоже могу блокировать, да? От потока выстрелов, опять же, не забывать фантомы юзать еще иногда. Где-то может засевить. А если не засевит, то просто выстрелит духа. Куда у консенсы маленький. Похититель душ заново пришел ко мне. Да, если что, это модовый предмет. А вот легендарки из приключенцев не модовые, они встроены в игре. Банши. Ну, давайте купим здесь предмет просто, чтобы его разобрать, чтобы получить тебе деньги. Больше денег богу денег. Куда я их так много, не знаю, но пусть будут. Допустим, мы это купим. Ну, давай банши покупаем хп-шку за до хрена, но 10 хп это все-таки приятно. Еще ролл. Тоже ничего не надо. Здесь, ну, есть пороховой меч на криты, но у меня нет критов особо. Тоже ничего не требуется. Еще реролл. Тоже ничего не надо особо. Ну, можно череп купить, да? Это разбираем, череп берем, заменяем. Так, чисто ради костей. Ну, по предметам у меня буквально нечего менять. Не знаю, по косточкам погнали дальше. Первый алтарь будем прокачивать. Будет куда он навыков мне понижать. Это все-таки мне тоже полезно вполне. Скорость таки вроде не так сильно нужна. Где-то может видишь и пригодится, но так не знаю. Вообще без копья не так зрелищно, конечно, выглядит наш геймплей. На комнатах особенно оно помогало, потому что оно позволяет насти урон в любом случае. Но думаю, что для босса мы стали все-таки сильнее. Меня он больше сейчас интересует, чем комнаты, которых осталось не так много. А еще у нас скоро кион пробудится. Совсем скоро, между прочим. И у нас появится еще дополнительно прок, и плюс он физы даст. То есть физы еще вырастет значение. А вот и он, кстати, вот и наш красавчик. Вот и наш меч. 2158% физы. Это понятно. Что-то не попадают по мне как-то. Не могу сказать, что этот навык выглядит очень убедительно. Вот, смотря, вот этот чел мне в счетчик может не давать, если у меня есть что-то такое, которое самоубивается. если у меня счетчик за убийство темных врагов, например, идет какой-то, то он его не даст. Ну, теперь автоатаки у меня сильные даже, да? Потому что с таким проком. И он мне вроде сейчас далеко не идеально подходит, но тем не менее, это просто... Это тупо прок от рывка от атак, 60% физы и ритуальное оружие сверху. Ну, вполне себе. Он все равно очень сильный. Есть такие предметы, которые настолько сильны, что даже в неподходящих, в далеко не идеальных для них забегах, они все равно дают импакт так много, что стоит своего слота. Это вот как, например, меч, который магический, легендарный, новый, который запускает волны. Губители, как он там назывался, не помню. Меч конца какой-то. Он мне в прошлый раз, например, у меня магии было не очень много, да? Но если бы мне его слизи не скопировал, то у меня появилась бы мудрость, и я бы сам мог магию немножко подкачать, либо там универсальными апгрейдами, опять же. Во-вторых, он еще запускает много ударов, достаточно неплохо так дамажит все равно, и активировал мне проки порохового меча, например, взрывами. Поэтому хоть мне тот предмет вроде как и не подходил, но он был тоже неплохим, однако я все же решил в моменте там все же отказаться от него должен. Хотя в целом он был тоже хорош. Тоже из таких вот мега сильных предметов, потому что он сам по себе и скорость таки дает, помимо того, что там прок, понятное дело. Получаем урон, конечно, повышается быстро по нам весьма, но мне вроде бы пофигу. Так, это у нас открыто, сюда я не запрыгну так просто. Так что идем немножечко в обход. Хороший забег. Вот такой череп, я не знаю, мне кажется, что у этого черепа будет относительно небольшое количество фанатов изначально, да? Но вот серьезно, такой череп, знаете, на который вот посмотришь, как он играться может, что он может показать. И хочется им переосмутить его, попробовать дать ему второй шанс и возможно, что он заинтересует гораздо больше, больше количества людей, например. Так, бывают такие черепа, да, которые вот скептично к ним относятся, а потом посмотрят, например, у меня в том числе, и потом такие, а это что такое, что любопытное? Можно распробовать и потом получается, что реально человеку череп очень нравится. Вот с полубогом, мне кажется, тоже такая может быть ситуация, потому что парирование далеко не все любят и я, собственно, тоже в контратаке такие. Но в действительности он раскрывается, он вполне хорошо реализованы они у него для этой игры ложатся. На Юане, конечно, первой фазе мне придется автоатаками лупить, но даже так у меня из-за того, что физы очень много, мы как-то их ломаем. Но если будем контратаковать, то у нас дамаг, конечно, вырастет намного. Ох, сейчас посмотрите. Пошли ломать. Ну, хотя не так быстро, человек, как я ожидал, на самом деле. Плюсы на щит в конце подрубила. Так, к этому идем теперь снова снова. 1403 просто с автоатаки, с обычным ударом после контра, после блока моего. Нормально. Он даже не с идеальным. 450 хп у меня фуловая. В общем, да. Как видите, совершенно спокойно. Куда пошла? Так, а вот давайте на этом ярусе лучше стоять. Еще, кстати, неудумно, что я продвигаюсь ведь постоянно. Ох, сейчас будет жесть. На тебе, сколько у него хп у него снесли уже. Неплохо. Весьма. Надо около вот этих атак стоять. Надо же, надо же атаковать что-то. У него просто рядом с ней. О, огонек, огонек, это вообще шикарно. Это то, что я двигаюсь, мне неудобно, да. Ну, порвали. Вроде, знаете, бывает такое, что там выпендрежет целая куча, эффекта, что-то там еще такое, а урона нет. А этот такой, максимально без эффекта, такой чик-чик-чик. И у Анны нет. И готово. Более отчаяние имбища, но мне не подходит совершенно, поэтому мне это не надо, я думаю. Писание архиепископа вообще не подходит. Ну, 10 хп, наверное, просто возьмем, все, и все, меня устраивает. У нас 463 здоровечка, на самом деле, достаточно мало, в счете на то, что у меня супер-ребенок взят. У меня алтарь был прокачен, я себе хп максимально качал, но у меня нет почти никаких хп апов среди предметов просто. Дубину сюда зашла бы, конечно, шикарно. Резистов каких-то мы вроде больше не найдем, тоже, да? Мне больше вроде ничего здесь не надо. Бесшабашность снижает, получаем урон по нам. Стакает до 5 раз на 7% входящий урон. То есть 35% резист вполне себе стабильно, легко может актирует, неплохо. И при этом у нас, ну, входящий сейчас 0,93 не очень большой, не очень, да, резист большой. Реликвия жалко, что нет. Ну, и даже без нее будет какой-то защитка какая-то, выжимаем, будет там щиты, будут отхил, трус есть в конце концов. Поэтому неплохо. И добиваем теперь просто финишная прямая к герою и к остальным боссам. Я думаю, что на скалы мы пойдем, а и получается, что мы? Мы отвагу раскрываем, выходит. Отвага раскрывает достаточно скучно, она просто повышает ее постепенно множитель урона, пока действует, пока на кулдауне. В итоге получается такое, что у тебя окна как такового не имеется и ты все равно все равно у тебя множитель работает вполне стабильно. Но типа апгрейд вроде неплохой, но не самый интересный просто. Можно куры дремучего леса взять, похавать курочку. Ох, сейчас бы курочки, а, сейчас бы покушать вообще. Вкусняши каких-нибудь демонами кон, сумма уверенность. Так, не надо ничего. Ну, мы тут берем, значит, медузу. Ради хп просто все квинтэценции поскупали в магазине, даже когда совершенно невыгодно получается, все равно берем. Костей больше нам не надо, узника мне вместо энта брать тоже не стоит, я думаю, потому что, ну, типа, куда мне его? Череп скоростью, посмотрели. Уж дальше роли было просто и все. Потому что энт мне дает неуязвимость и сам в резисте, с резистом повышенном, поэтому если я и буду свапаться, то лучше энта уж, чем на узника. для меня, поэтому как-то так. Он хотя бы может меня засеять в какой-то опасной атаке, например, своим свапом. Если и буду свапаться, то ради, например, свапа этого черепа еще, ну, либо задефаться как раз так. Не знаю. Можно, например, сейчас попробовать. Как еще раз? То есть, мячер блокирует все атаки в течение одной секунды, блокировка вражеской атаки, этим навыком активирует идеальную защиту, независимо от момента. Он блокирует все атаки именно. Не первую атаку попавшуюся, а все прям. Тут проще так выносить их, вычищать вперед ножками. Я даже к железным рыцарям так уменьшить на ласкательной форме какие-то слова произношу. Ну и добраясь до героя, давайте сначала так, в энта. Идем дальше. Полтора часа длится серия, ну почти полтора, чуть меньше. У меня сейчас 29-30 секунд запись. У вас она чуть-чуть покороче, но такой средний по скорости забег, я бы сказал. Нифига не заблокировал, потому что он слишком не то он делал, что я ожидал. Оп. Не так много ударов, да. Зато чем меньше ударов у врага, тем тем проще их блокировать. Тем они более-таки, знаете, выверены. Нет такой каши. Но зато и меньше мой дамаг. Как это? Как будто два инвалида дерутся, выглядит так на самом деле. Просто так щит ставит, как это топорно выглядит. Давай. Заблокировал. Так, пошла вот эта атака. Ее тоже можно, блокировать, наверное, лучше будет, попроще будет проуклоняться чисто. Хотя, не знаю, легче будет мне. Не будет легче. О, что-то там запутался, маме иди, короче говоря. Нифига меня продамаживает, почему-то хп, который я не восстановил, потому что я не был рядом с ним, поэтому месть мне не сработала даже. Духа запустили на всякий пожарный. А, дух же еще оглушает. Я про это забыл совсем. Ну, что я могу сказать, героя порвали вообще без шансов, ну, первую фазу. То есть, выглядит не так сильно, насколько является сильным, на самом деле. Может, на скале, кажется, наоборот, как раз таки все хорошо, кстати говоря, потому что, вот я сейчас так думаю, потому что он ведь рядом с того, сейчас, что держится, да, и он делает много ударов. Не разбери-ка, ты будешь многие из них блокировать, и будет большой урон по нему идти весьма себе. На императоре на второй фазе вот могут быть трудности, потому что у него руки эти бьют хрен пойми откуда. Ну, хотя ты рядом с одной находишься, одну блокируешь, вторую бьешь. Даже с тактиш, не важно. Блокирует того же врага, которого ты атакуешь сейчас, правильно? Ай. Но в целом, неплохо. Патья. Череп даже, он в принципе, отхватывает на бойся так-то немного. Серьезно. Дайте ему еще, прикиньте, костяной щит какой-нибудь сверху. Но уходите вообще спокойно, даже без него, наверное, можно вполне, при желании большом. Хотя, если ты прям специально уходишь, что у тебя рука тряс появляется, теперь все. Появляются. По крайней мере лично у меня. Оп, тоже заблокируем вроде бы. А это не заблокировали. Ох, вытягивает. Ох, ты падла. Ох, нифига там призраков сколько повылетало. Нифига он меня снес хп сколько. Он там просто еще разрезы в процессе использовал, и я прям на них оказался. Как он продамажил сильно. Хп улетело прям. Быстро, конечно. Там мои резисты и прочие не навыки, ни все остальное не работало. Вот так. Забавно ушел от атаки. Можно было еще фантомы использовать, кстати говоря. Ай. Так, сейчас развес будет. Лучше я за него задоджу, не буду рисковать. Вот ты падла. Говнюк какой. Здоровье, ты упала, кстати. Весьма себе. Как хорошо начинали, как сейчас он просел это. Сейчас будет опасно. Нормально. Ну и добиваем его. В принципе, все равно с запасом, на самом деле. Я там, конечно, агрессивно играл, даже от высасывания особо не уклонялся там в процессе здания. Понимал, что он скоро будет, но все равно далеко не убегал. Будь у меня меньше хп, я, конечно, действовал бы иначе, но поскольку меня все равно отхиляют, и жизнь я явно здесь не солью, то вот так вот. Ну, короче, да, вполне уверенно снесли героя. Сейчас еще бафнем себя от отваги. Хотя, наверное, возможно, что яблочко бафнуло бы меня лучше, но сам по себе сет от отваги на 4 дает огромные эффекты от него. Вот он лучше яблочко, да. Поэтому я не жалею, что у меня сет от отваги собран до конца. Очень уж дает он огромный множитель. Конечно, половину времени работает, но даже так это очень много. Так, ну, хиляемся, берем себя от отвагу, постепенно усиливать физическую атаку до 30%, пока 4 эффекта гравировки храбрость перезаряжаются. Интересно, вот оно перезаряжает, смотрите, оно действует как бы 10 секунд, перезаряжается 20 секунд. Он начинает во время перезарядки сразу же работать, и тогда получается, что на 9 секунде, пока у меня сет от отваги на 4, все еще работает, он мне дополнительно сам еще множитель будет давать это постепенное усиление, и тогда будет самая большая физическая атака будет потенциально. Так оно работает или все-таки, или нет, не знаю, там по кулдауну, наверное, можно понять, но черт его знает, где там что. Я честно, не особо заморачиваться не хочу. Погнали на скалу, надеюсь, что снесем, хотя он может тоже больно продамажить. Может все внезапно определиться, а может оказаться такое, что наоборот, я постепенно буду умирать, но в целом может быть он будет в норме, не знаю. Честно. Чего ждать прямо от этого боя до конца? Может есть смысл мне около стеночки так встать, потому что у меня так будет комфортнее, возможно? Ауч. Блин, нихрена себе больно бьют. Призрака выпускаем. Иногда навыки используем. Не получается меня особо юзать. Навык, который... Оп. А, кстати, после свапа могли бы использовать еще свой навык, который вот дает мне щиты. Не получается кассируется на щиты, да? Просто вот что. Что я пытаюсь сказать. Не так прям хорошо его гасим. Мне кажется, здоровья еще много, но вторая фаза будет гораздо опаснее, ведь, наверное. Так, он сейчас кинет меня щит! Щит! Как его кость свою. Щиты быстро кончаются от навыков. Мне терраса дает мало, по-моему, импакта сейчас все-таки. Неплохо. Так, сейчас он прыгнет скоро. Отлично. Общий ты получил. Отлично вышло. Наконец-таки. Поэтому все еще... Все это не в КП шло. Но вот теперь уже здоровье под подбоем у меня. Так, давайте на энта. На всякий случай активируем. Да, блин. Я хотел сейчас... Ах ты, блин. Хотел после свапа, поскольку там идеальный, гарантированно идеальный контратак идет, да, использовать щиты и получить 30 щита на 10 секунд себе, но получилось не очень удачно. Так, сейчас опять я на энте. Вторая фаза, поехали. Снова что не очень удачно. Ох ты, блин. Такс. Духа юзаем. Духа ради оглушения можно юзить опять же там, потому что оглушение все-таки непыхая штучка весьма. Так. Ауч. Нет. Ух ты, блин. Я знал, что он сейчас сделает это. Пытался как-то как раз-таки переждать. Снова вышло неудачно. Ни хрена не видно, правда. Давай. Мне кажется, он до мега своей ульты дойдет, где он комбинирует разные черепа, типа, да, и потом делает мега-атаку в конце на 160 урона или около того. На огур, да хрена, короче говоря. Потому что бой достаточно затянутый получается, я так смотрю. Выглядит так. 2 хп отрегинели. Вообще не густо там от чего-то отместить. Слепо всему, да. Ох, 12 хп, вот это уже получше. Штучка была сильнее. Ох, большой разрез получился. Где он там? Окей. Давайте венто. Ненадолго. Ты падла. Не вовремя я венто. Ох, ты приколбасил меня. 63. Это не оно вроде было, неуверенно, если честно. Потому что далеко не так сильно, как до этого было. Как когда он в другой раз долбанул. По-моему, вот это ульта так его, да? Могу ошибаться, конечно. Где он неуязвим вроде бы еще. Может и нет, может и не оно. Ох, заблокировал хорошо. И это заблокировал. Очень странный бой. Я просто такой стою, скал такой, афкшит там пока на своих кулдаунах. Я такой, типа, оп, оп, щитом туда-сюда. Э, э, бей меня, бей, да? Что он там? Где он там? Духа. Блин, хп падает. Как бы оно сейчас резко не закончилось от какой-то опасной атаки. Чего-то жесткого. Но в целом должно хватить. Чипуньк, чипуньк. Давай. Просто реально, слушайте, очень жирный череп. Не в плане силы, а в плане выживаемости своей. Если так вот собрать, ну это же прям атас. Ну реально, типа, ну гуль может так выживать. Щитоносец не сможет, мне кажется. Он меньше щита лутает. Этот прям вообще непробиваемый. Эффектов минимум, импакта. Ну, дамага не так много, но непроживаемый, будь здоров. Каждый потерянный 10 УЗ усиливает урон по врагам от навыка. Только от навыка. Каждый 5 секунд урона 7 базы атаков увеличится. Так, не надо тоже. Примение навыка дает мнение с ненаверия. Здесь есть что-нибудь такое, что за получение урона или что-нибудь в таком духе? Одиночество накапливает. Она применение навыка расходует. Это ребра ужаса не надо. Тазовая кость получает фрагмент так. Костей при выполнении базовой атаки. Продержание максимального количества. Используйте навык, чтобы выстрелить всеми фрагментами. В течение 3 секунд после нанесения критического удара увеличивает себе физико-магическую атаку. Потом увеличит критический урон. Накапливает зависимость пропорционально пройденному расстоянию. Тоже не подходит. То есть, да? Мне тут ни одна кость не нужна прям слишком сильно. Это на 3 навыка? Ну, можно это. Каждый потерянный сколько-то УЗ. Но это усиливает только урон навыков. Мне бы автоатак усиливает весь урон. Ну, не более чем на 50%. Блин, ну, не навыки же. Ну, весь урон хочется. Не только база атака. Каждые 5 секунд урон на 7 базов. Следующие 5 базы атаки усиливается на 125 батон. Может это взять все-таки? Если я контратакую, то в принципе на автоатаке баф большой весьма будет. Не знаю, что мне лучше всего здесь. Давайте, допустим, возьмем это хрен с ним. 5 базовых атак бафнуть в 2 с лишним раза. Учитывая, что я их делаю редко. И он типа 5 секунд проходит, он тебе дает баф этот, да? Не на 5 секунд, а вот просто. 5 секунд баф есть. Если я буду бить не больше 5 ударов 5 секунд, то в принципе я буду всегда под этим бафом. И львиную долю урона я наношу именно не с навыков, а с автоатак. Поэтому после контрударов, то есть. Во время контрударов, точнее. После блокировки. Так, и император остается, значит, у нас. Ай. Получилось не очень удачно. Постепенно бьем его. Что-то блокируем, что-то нет. Он не так много делает ударов, за счет этого может нас трус чаще, скажем так, успевать, не на кулдауне оказываться, да? Хотя есть атаки много ударами. Первая фаза мне прям очень хорошо подходит. По крайней мере, до межфазы вот этой чертовой. На ней как будет, не знаю. Я, знаете, что я, наверное, лучше предпочту встретить ее с вапом. Вот так, хорошо. Иди сюда. Так, он сейчас еще в другую сторону сразу свалит, да, ведь? Ну, призрак, а нифига там оглушений. Слышал по звуку, что-то сверху явно появились три штуковины, поэтому заюзал его не бездумно, а вот так. Слушайте, а достаточно интересно играется, когда череп реально к этому располагает. Не когда у тебя одиночный какой-то свап и все, а когда у тебя их много. Другое дело, что все равно ты просто хаотично их прожимаешь в основном, а не по таймингу как-то. Ну, потому что здесь с таймингом ты бы свихнулся, наверное. Слишком много всяких эффектов рандомных. А, стоп, иди. Гасим это. Ай! Ну, пачку в КП снесли неплохую. Ауч. Ох ты, блин, как больно. Достаточно больно у меня кусать. На самом деле, реально снимает здоровье прилично. Хотя я его уже надамажил тоже достойно. Духа выпустили. Два луча. В прошлый раз он то ли один, то ли двенадцать и мне писали, что на выпускал. Опа! Кто еще, если не я? Полубок заблокировал атаку с Татаро Горджи, да? Как вам такое нахрен? Такой Горджи такой, ну нахрен, я на такое не подписывался. Ну, это Атака реально очень похоже. Не дали-ка стануть пурпурной, да? Если бы это было пурпурной, то мне было по жопу точно. Но не успела дойти, судя по всему. Это было забавно. Я специально решил остаться в центре, чтобы это просто красиво так получилось. Давай, бей, бей, давай. Я ко всему готов. Почти ко всему, только не кипким бомбам на 27 урона еще с чего-то там. Ох ты блин, черное дырище. Вот она неприятная прямо. Еще в конце запускает волну такую. Окей, волну заблокировал. Почувствовал, что рано он нажал на уклонение и надо. Так-так-так-так, окей. Вот так щиты себе накидаем. Потому что там был тайминг простой очень. Ауч. Давайте слап на энто. Нет, даже у энто там тычки статистильные, потому что просто банально у меня физы до хрена. Ай-яй-яй, неудачно вышло. Так, и центральный теперь остается, да? У меня еще есть жизнь, если что, сверху. Так. Что-то там не видно ни хрена, что происходит. Так, тьма пошла. Ой-ой-ой-ой, а с трусом-то тут вообще противно. Когда не видишь. Ух ты, блин. Задоджил по таймингу, потому что я не видел этого метеорита. Из-за темноты труса. Здесь темно, но трус темнее. Можно было еще, в принципе, заблокировать, конечно, тоже было бы красиво. Вот так, контратаки там идут. Интересно, насколько самая сильная обычная атака у меня была в этом забеге? Добили, отлично. И остается финальная фаза, которая тоже, наверное, какое-то время займет, но я думаю, что она будет вообще простой. Предполагаю. По крайней мере, там не такое большое количество ударов, там просто легко должно быть щитом блокировать удары, мне кажется. Типа, ни какой-то засранный эффект, ни на столько раз сейчас забег, но вполне себе необычный опыт. Хоть весьма топорным я себя все равно ощущаю. Это работает, да, но не совсем в моем стиле все равно. Давай, давай, давай. Че? Давай. Ну, ну, два инвалида. Давай. Оп. Попал. Ой, не вовремя, я че-то. Вышел на этот череп. Совершенно не вовремя. Вот теперь 40 щита получили, правда, сразу их просрали еще в том числе. Вот так себе с духами. И добиваем его потихонечку. Хорош, красиво. Порвали, у нас еще осталась жизнь. Эть, эть. Вот такой вот, ребят, полубок, вот такой вот персонаж с этими предметами. Надо сказать, что воинственный дух ему реально весьма себе подходит. И ты хочешь получать за него удары, ты хочешь иметь месть, ты хочешь иметь выживаемость хорошую. Архитекторская кераса, наверное, подходила не очень сильно, потому что все-таки навыки я использовал маловато. Но она давала отвагу в то же время. Какой-то блокировал тоже какой-то урон. И стабина давала 60% физы. Поэтому не считаю, что она была прям какой-то плохой. Она была самым слабым звеном, но все равно была нормальной. Копье и щит тоже весьма себе подходили этому персу. Но я решил другое взять. 3000 полученного урона суммарно. Вопрос, сколько еще заблокировано урона, да? Это полученный урон в счете того, что у меня там резисты неплохие, да? Очень хорошо работала та способность, которая мне настакивала резист и физу за входящий урон, да? Последовательный. 9800 урона максимальная тычка. Вот такой забег. Вот такое раскрытие этого черепа. И уверенная вполне себе победа в итоге. Такая не вперед ногами, да? Но с запасом тоже жизнь была. Все такое. Надеюсь, ребят, что вам понравилось. Что вы кайфанули. Что было интересно смотреть. Вот так вот мы начинаем потихонечку смотреть. Следующим персом вроде бы из этих краски планируется громовержец. И вот он должен делать просто нереальную красоту на автоатаках на миллион молнии просто. Атаку полубога раскрыли. Не могу сказать, что мне этот череп нравится. Как он играется, да? Не могу назвать его каким-то сильным. Потому что предметы были сильные все-таки, очень имбовые. Я бы сказал, что он весьма себе средний. Но тем не менее, он может при правильном и весьма непривычном, знаете, подворе такому предметам. Потому что не что такое классическое подбираешь. А вот таким вот с получением урона учитывай и так далее. Если активно пользоваться его обилкой, то он вполне себе тоже может вот так вот показывать неплохой результат. Еще раз огромное спасибо анониму за над 1500 рублей с сердечком у меня поддержкой. Огромное спасибо мне. Это очень приятно. Это очень учитимо. Надеюсь, что видосик понравился, в том числе и этот. Как и всем, кто смотрел до этого момента. Подписывайтесь на канал, если вам зашло. Буду очень рад. Пишите свои мысли в комментариях. Оставляйте касаемо этого черепа. Ваши впечатления, ваш опыт игры, возможно, с ним. Возможно, если как-то мнение поменялось. Или на мой взгляд закрепилось. Или что-то еще такое. Будет интересно посчитать. Оставляйте, ребят, само собой лайки. Не забывайте. Пишите свои мысли касаемо того, что я сегодня обсуждал в серийке. Вставайте в группу ВК, ребят. Если хотите посмотреть на всякие фоточки. Там инсайдики, не только и так далее. На сервере в Дискорде, ребят, есть и пообщаться. Ну, а я желаю всем хорошего, ребят, настроения. Такого же дня. Всем удачи на новых встреч. Всех кусь-кусь. И всем пока. Пока.